Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех! Как меня слышно, как меня видно. Поставьте 10, если хорошо единичка, скажем, не очень, не 5, вернее, не очень 5 и плохо единичка. Кто впервые сегодня на бизнес-форуме, у вас есть раздел «Questions» внизу написано, и вы его можете раскрыть, потом курсором вверх-вниз поставить. И напишите, пожалуйста, кто из каких городов. Город, страна. Кто-то пишет, что 10, кто-то пишет, что голос зависает. Комсомольцы на Амуре есть. Привет, Комсомольцы на Амуре. Улан-Удэ, Бурятия, Украина, Донецк, Ивано, Россия, Гобруск, Россия, Ставрополь, Украина, Одесса, Полтавская область, Украина, Киев, Боксисарай, Крым, Тверь, Ухта, Улан-Удэ, Амгарск, Вологодская область, Анапа, Казахстан, Астана, Самара, Жуковский, Московский, Московская область, Краснодарский край, Одесса, Вечная Мерзлота, Наталья Николаева, Вечная Мерзлота. Это что, это на Дальнем Севере? Или Антарктида? Донецк слышит и видит. Отличный привет, Донецк, Нижний Новгород, Крым не видно, Самара, Белгород, Россия, Георгий Петровск, Эстония, Казахстан, Самара, Украина. Привет всем из Севастополя. Я сейчас в Севастополе, в Крыму, нахожусь, поживу здесь некоторое время, месяца три. На прошлой неделе у нас проходила в Симферополе встреча, и так получили, что небольшое количество участников с Антоли Дальшим Низким встретились, и встретились еще с интересным одним человеком. Информация по интернету разбежалась очень быстро, и сегодня мы хотим осветить все. Из первых уст новостей, скажем так сказать, Беларусь, Иваново, Казань. Да, у нас в Беларуси только два или три человека только сейчас увидят. Димитров, Московская область, Новороссийск, Казань. У меня нет звука, запись будет. У нас записи всегда бывают. Почему-то нет звука. Ну, Беларуси, Синфеки, Сыктывкар, Надежда, Кольцова, Казань, Сосногорск, Крым, Севастополь, Сергей, Виктор Желтая вода, Украина, Краснодарский край, Москва, Италия, Пиза. Привет, Италия и Пизы, Татьяна, Зарушка. Хорошо, дорогие друзья, тогда давайте продолжим. Сегодня 14 мая и мы не случайно сегодня встречаемся. То есть вы, наверное, заметили, что в середине месяца, каждый месяц мы делаем под итог. Ну, во-первых, по двум причинам, чтобы вы увидели руководство. Потому что сейчас задают вопросы, куда там Ховратов делся, куда он там потерялся, не выходит нигде. В Скайпе я всем пишу. С мастер-профи мы два раза в неделю занимались, три месяца. И скажу, что хорошо мы позанимаемся. Ну и раз в месяц, конечно же, очень много работы. Вы даже не представляете, сколько много работы. Поэтому раз в месяц мы все равно делаем встречи для того, чтобы вы нас видели, слышали, чтобы мы живые. Кто-то даже в живьем нас увидит в ближайшее время. И, дорогие друзья, сегодня весенняя жара, скажем, бизнес-форум продолжения. То есть в мае месяц мы весенняя жара делали три форума в марте, апреле и сейчас в мае месяце. Почему весенняя жара? Ну, потому что, дорогие друзья, хочу сказать, вот их сегодня скажут об этом, нужно сказать, что Skyway Invest Group мы стали компанией Миллениум. Потому что оборот за апрель месяц у нас составил более миллиона долларов привлеченных средств. Поэтому это наша общая радость. Со всеми с вами, кто является активным участником, либо просто пассивным слушателем нашим, либо вообще слушателем, либо просто клиентом, зарегистрированным пользователем, который посещает наши вебинары. И все равно то, что вы нас посещаете, уже вы делаете большой плюс. И сегодня мы хотим сделать некоторые новости. Есть очень интересная информация. Развить вот эти все недельные гуляния в интернете, всякая информация. А почему там Хавратов об этом не говорит, а почему Skyway Invest Group об этом не говорит. Ну и так далее, и так далее. Потому что есть некоторые мюансы, которые мы сегодня умалчим. И скажем сегодня почему. И сегодняшняя встреча состоится, мы будем вдвоем ведущими, я и Андрей Хавратов, кто меня еще не знает. Я являюсь руководителем и создателем фонда Skyway Invest Group. И также являюсь профессиональным инвестором со стажем уже больше, чем 15 лет. Создатель и автор Академии частного инвестора. Также я являюсь магистром по профессии менеджер сетевого бизнеса. И скажу сразу, дорогие друзья, вот общаясь сегодня со многими людьми, в разных плоскостях, в разных сферах, в разных сферах, это разные сферы деятельности людей. Скажу, что вы знаете, все-таки люди, которые профессионалы, профессионалы, лидеры, профессионалы многоуровневого бизнеса, это люди, которые действительно могут претендовать на будущем, на то, чтобы стать мультимиллионерами и миллиардерами нового типа. И в основном я встречаюсь с бизнес-партнерами, с инвесторами встречаются наши бизнес-партнеры, но я в основном встречаюсь с бизнес-партнерами. Да, нам интересны все инвесторы, как мелкие, так и крупные, средние. И вчера я дал задание, чтобы он сделал отчет, сколько у нас инвесторов, которые инвестируют от 10 до 100 долларов, от 100 долларов до 1000 и свыше 1000 долларов. И основная масса инвесторов, это почти 60% от 10 до 100 долларов, которые инвестируют. Около 35% это инвесторы, которые инвестируют от 100 до 1000 долларов, и свыше 1000 долларов, это уже остальная часть, то есть небольшая часть. То есть к чему я это говорю, что мы часто ведем переговоры с чиновниками и с людьми, которые не верят в то, что эту технологию может профинансировать простые люди. А мы сегодня уже сделали с вами великое дело, и к нам уже в нашу сторону смотрят крупные инвесторы, уже инвестируют, не задумываясь, сотни тысяч долларов в нашу технологию, задумываясь, уже задумываясь о том, чтобы инвестировать в более крупные суммы, это уже десятки миллионов долларов, именно в наше направление и в создание. И вот то, что мы с вами сделали, дорогие друзья, мелкими инвесторами, потому что если разграничить еще, посмотрите от 10 до 50 долларов, сколько инвесторов, я думаю, будет больше половины из тех инвесторов, которые категория 10 доставлены. Поэтому я хочу сказать, что огромная вам благодарность всем нашим инвесторам, огромнейшая благодарность, и огромнейшую благодарность я хочу высказать нашим партнерам, то есть тем людям, которые, я называю, знаете, как наши партнеры, они же не на зарплате, то есть, как говорится, ноги кормят, вот продавца ноги кормят, то есть нашел клиента, приобрел клиента, продал клиенту и, естественно, получил комиссион от этого. И я сам живу на комиссионе уже более чем 20 лет, потому что мой бизнес во многом был связан в разных направлениях на комиссионе, с комиссионными связанными, и благодаря комиссионным я мог увеличивать свои доходы, естественно, увеличивать активы и получать больше прибыльных активов. Так вот, сегодня будем встречать с вами Андрей Хавратов, и второй человек, это человек, который является моим другом, мы с ним в трех бизнесах работали, в двух инвестиционных, и, можно сказать так, в двух инвестиционных и в двух образователях, потому что они были связаны с инвестиционно-образовательной деятельностью. И хочу сказать, дорогие друзья, что этот человек, благодаря приходу этого человека к нам в бизнес, именно с КВН-групп, у нас выстроилась четкая система, и последнее, то есть никогда у нас в фонде такого не было, чтобы мы росли пять месяцев подряд, а мы растем пять месяцев подряд, скажем так, да, с декабря месяца у нас происходит только рост, потому что декабрь объем выше, чем ноябрьский объем, а январский выше, чем декабрьский, февральский выше, чем январский, мартовский выше, чем февральский, и апрельский намного выше, чем мартовский. И мы, конечно же, планируем, что и майский будет в разы выше, чем апрельский. Это заслуга благодаря, я считаю, каждый человек не хватает в механизм чего-то, и механизм может неправильно работать. И вот, скажем так, если сравнить с часами, есть заводной механизм в часах, то в данном случае этот человек является заводным механизмом, который на сегодняшний день не только заводит, но еще создает систему, контролирует систему работы фонда, и благодаря этому у нас идет согласованная работа, и самое главное, чтобы для этого человеку у нас образовалась команда, которая идет клином, не команда, которая идет в разброс и шатание, а команда, которая идет клином, потому что когда мы идем клином, тогда мы начинаем завоевывать все больше и больше территорий. Почему я говорю слово «завоевывать», дорогие друзья? Потому что бизнес – это, можно сказать, знаете, как вот та же война, только более интеллектуальная война. А любая компания – это как государство. И, естественно, мне нравилось, когда я прочитал книгу, бизнес – это война, а фирма – это государство. Вот в данном случае я отношусь к любому бизнесу, как к войне, только более, не там, где идет кровопролитие, да, а способы захвата территорий, способы влияния на, скажем, территории, увеличение объемов в этих территориях и так далее, и так далее. То есть это идет практически похоже с тактическими действиями, которые происходят в армии и на войне. Только там идет разрушение и жертвы, а у нас в данном случае все больше и больше происходит, как говорится, благо, мы привносим там, где мы находимся. Почему вот написано «весенняя жара», там, видите, цветают цветочки, все цветет, все радуется. Вот в данном случае, скажем так, там, где мы будем находиться, там, где мы будем продвигаться, технологии SkyBay везде будут радостно, счастливые люди будут и так далее. Так вот, этот человек является, скажем так, директором стратегии, департамента стратегического развития, руководитель, человек, который также является и в отделе образования, возглавляет отдел образования именно в области мотивации, просвещения, потому что он является мастером в области осознания. То есть, скажу сразу, люди, которые работают с Виктором, они начинают осознавать многие вещи, которые до этого не осознавали. И недаром он является мастером осознания. Я хочу представить, Виктор Собор, сегодня мы будем с ним работать вместе, какое-то время, может быть, у него будет видео, какое-то время, может быть, аудио, может быть, тоже будет пропадать интернет. Сейчас такая штука интернет, что может вылетать, пропадать. Поэтому, дорогие друзья, скажем, мы будем на подмене. Если мы вдруг вдвоем пропадем с Виктором, значит, ну, Игорь Романенко подключится, я думаю, он тогда на подмену, что у нас встанет. Итак, дорогие друзья, привет, Виктор. Может быть, несколько слов, и мы дальше пойдем по темам. Добрый день, Андрей, добрый день всем. Я сегодня нахожусь на Куршской косе. Привет вам. С прекрасного места. Самое широкое место на Куршской косе – это рыбачий поселок. С одной стороны залив, с другой стороны море. Я вчера ходил купаться. Прекрасная водичка, 13 градусов тепла. Видел, как на ночлег остаются рыбаки. Мы ходили туда с нашей дочерью, было очень здорово. Если бы только не жуки, которые летают прямо в глаза, у них как раз сезон брачный. Но для меня это такое, знаете, благословение, что ли. Потому что, во-первых, природа, она живет, и там и гости у нее, а не она у нас в гостях. Это раз. Здесь у нас лебеди плавают. В общем, все очень здорово. Но вопрос в том, что почему мы сегодня, скажем так, с Андреем, может быть, не находимся в зоне качественного интернета, но в то же время находимся там, где мы есть. Во-первых, потому что для нас очень важно стратегически верное действие. Во-вторых, нужно периодически отдыхать. Так как у нас очень много работы, я скажу, после поездки из Новороссийской и Праги, я не восстановился. Поэтому мне нужно было обязательно окунуться в море и поработать с природой. И вот сегодня, находясь здесь, хочу вам сказать, что мир, он с нами либо без нас все равно живет, и все происходит. Но вопрос в том, что у нас появилась с вами уникальная возможность, впервые у каждого из нас появилась возможность, используя наш прежний опыт, наши ошибки, наши победы, стать эффективными во всем. Но самое главное, влиться в команду людей, которые реально хотят изменить мир. Не говорят о том, что нужно менять мир, а реально его меняют. И команда SWIG, SkyWay Invest Group, и Transnet, и POE, и вразия, это как раз-таки команда таких людей, которые целью своей ставят способствовать, всячески способствовать тому, чтобы реализовалась, а, технология Анатолия Бердовича и Нинского в жизнь, а это не просто экотехнопарк, это строительство по всему миру дорог. И вторая важная задача, мы видим, это строительство лимейных городов, потому что это изменение мира уклада. Но есть третий пункт, который особенно любит Андрей о нем говорить, и вы об этом наверняка слышали 16 апреля, кто не слышал, обязательно послушайте этот вебинар. Андрей говорит про изменение вообще экономического мира уклада, не только жизни, но вообще экономического. Это то, о чем Андрей говорил со мной еще в 2010 году. И мы тогда не были готовы к этому, мир не был готов к этому, а сейчас все так сложилось, что мы получили уникальную возможность с вами, соединившись вместе, как в фильме, например, «Фаворит», когда профессионалы каждой своей области, они в разный опыт прошли, и тут вместе собравшись, стали единой мощной командой. Я приветствую тех, кто впервые у нас. Приветствую вас, во-первых, потому что вы дали себе шансы, во-вторых, потому что вы оказались в команде надежных, проверенных, порядочных людей. Это очень важно быть с порядочными людьми вместе. И второй важный момент, на что хочу обратить внимание, мы с вами имеем прямое отношение, косвенное, но прямое отношение к технологии, которая может и должна изменить весь мир. И без нас это не произойдет 100%. Мы с вами должны в этом участвовать. Не говорить, а действовать. Благодарю всех, кто присутствует сегодня. Ну что, будем начинать? Андрей? Андрей меня слышал? Андрей, наверное, завис. Хорошо. Как вы считаете, почему на сегодняшний день, задайте себе сами вопрос, не обязательно писать, почему бизнес Skyway на миллионы и миллиарды долларов? Как вы думаете? Пока Андрей вот у нас не на связи, я начну. Как вы думаете, почему так происходит? Причина очень простая. Андрей, ты здесь с нами? Причина очень простая. Дело в том, что те, кто сегодня начинают инвестировать с небольших сумм денег, потенциально являются миллионерами. Уже по сути. А те люди, которые инвестируют крупную сумму денег, они становятся автоматически миллиардерами. Но мы с Андреем Ховратовым решили пойти дальше. Эта идея Андрея была. Чтобы соединить, такой симбиоз сделать, из линейного и сетевого маркетинга, превратить это в единое целое. И эти изменения мы будем представлять вам в Яхонтах в Подмосковье 27, 28, 29 мая. Те, кто туда поедут, я вас поздравляю, вы будете крайне удивлены тем, которые мы будем обсуждать. Андрей, ты с нами? Да, отлично. Так вот, осознайте для себя следующее. Те, кто использует бизнес-возможности Skyway Invest Group, получают для себя право не просто стать миллионером, он может реально стать миллиардером. Почему? Потому что наш краеугольный камень это до конца года собрать команду из 100 человек президентов СВИК. А на следующий год с помощью этих 100 человек создать команду в 1000 человек. Это 1100 миллионеров, которые смогут инвестировать в любой проект, в любое, в соответствии с любого проекта. А значит, это первый путь – миллиардеры. Пришло время, когда кучка не может быть миллиардерами, 2-3 человека, понимаете, сверхбогатыми. Сейчас народ может стать всем. И мы с вами реально это можем сделать. Потому что здесь команда, я еще раз повторюсь, проверенных, надежных, порядочных людей. Вот это здорово. И очень сильная, кстати, личность. Андрей? Послание руководителя, я думаю. Пойдем дальше, да? Да. Слышно меня или нет? Идет подвисание небольшое. Слышно? Да, да, да. Поменялся? Слайд поменялся или нет? Слайд? Нет, тема сегодняшней встречи и все. Сейчас, почему бизнес-коррега есть? А, слайд не поменялся, да? Блок, есть. Поменялся. Хорошо. Есть, да? Нет. Итак, дорогие друзья, это много миллионов доходный бизнес. Я объясню, дорогие друзья, и это я объяснял на встрече, когда в Симферополе сейчас был. И на многих встречах я уже говорил. Во-первых, бизнес Skyway, это, ну, скажем, бизнес, который с объемом, он вмещает объем в себя, да? От 50 до 300 триллионов долларов, чтобы вы понимали, да? Конечно, у многих в голове, наверное, это не вкладывается. И когда мы общаемся с людьми, особенно, я говорил, что у нас большая часть людей, которые инвестируют от, скажем, 10 до 100 долларов. То есть почти 60% таких людей, и для них там миллиарды даже, миллионы долларов в голове не вкладываются. Но есть люди, у которых в голове уже эти даже миллиарды, и, конечно, у многих даже, у кого вкладываются миллиарды, не вкладываются триллионы. Но это не страшно, дорогие друзья, но факт в том, что объем очень большой. И что, о чем, почему это очень здорово? Да потому что, скажем так, капитал сегодня в мире, он ищет, куда приткнуть свои деньги. Потому что есть у некоторых, скажем так, владельцев миллионов, десятка миллионов долларов, может быть, сотен миллионов долларов. Они не знают, куда эти деньги деть. И в данном случае при строительстве наших дорог идет такая тенденция, при которой, во-первых, окупаемость очень большая, в пределах от 20 до 100, иногда даже до 150% годового дохода. И здесь, дорогие друзья, нужно понимать, что при строительстве дорог, при быстрой окупаемости 2, 3, 5, 7 лет, могут строиться новые дороги, могут строиться новые, скажем, какие-то направления, которые могут давать еще больше капитализации, еще больше доходить. Таким образом, вот любой человек, вот если не раз говорил, что чисто вот нагоуровневый бизнес, сетевой нагоуровневый бизнес, он мелкоемный, мелкоемный. Простой пример приведу, общаясь со многими людьми, которые профессионалы в сетевой бизнесе. Вот я задаю вопрос, он видит, живет в миллионе, в городе миллион, 3 или 5 миллионов человек. И задаю вопрос, самое простое, сколько вот ты делаешь по своему городу объем? Человек говорит, ну я из своего прошлого опыта могу сказать, что максимум делается на уровне 500 тысяч долларов в месяц. Значит умножаем, на 12 месяцев это 6 миллионов долларов, умножить на 10 это 60 миллионов долларов. То есть это объем сделан, а доходность там на уровне может быть до 10 процентов. То есть понятно, да? То есть это то, что может дать один город. И давайте посмотрим любой город в миллионе, в тот же, допустим, 3-5 миллионов человек или просто в миллионе. Там необходимо, скажем так, только... Примерно 300-400 километров дорог нужно только по этому городу. Это минимум, да? А это уже объем в миллиарды, а то и в 2-3 миллиарда долларов. В зависимости, какие дороги, для чего они нужны и так далее, и так далее. Поэтому это только один город в миллионе, дорогие друзья. А если взять страну, если взять континент, а если взять несколько континентов, таким образом получается, что многие компании, не только компании по привлечению строительных, компании, что-то производящее, там, битон, электросети, которые нужны нового типа, да, новые технологии в строительстве, в строительстве, деньги, которые в интернете платили, да, капитализации большие. А заработать большой, куда девать дальше деньги? И народ просто богатый, народ не знает, куда идти. И второй важный момент нужно понимать следующее, что основные деньги все находятся у людей. Не у правительств, не у фондов, там, у людей, у простых людей. А люди сегодня уже выбирают, куда эти деньги отдать. Вот если будет создана система, при которой, первое, будет прозрачная система для простых людей, а чтобы вы понимали, вот на руках у простых людей, я вам статистику приведу, по России это примерно 800 миллиардов долларов на руках находится, по Украине примерно 70-80 миллиардов долларов на руках находится у людей. Ну, скажем, другие страны, если там взять, можно это высчитать, сколько на руках находится. И вот многие власти просят, там, у Международного валютного фонда на колены, пару, там, челом бьются, да. Дайте нам, пожалуйста, там, несчастных, там, 2-3-5 миллиарда долларов, да. Но если любое государство, оно, скажем, создает систему, при которой, возможно, будет, ну, скажем так, прозрачно показать схему финансирования и дать определенные гарантии, да, то, естественно, свой же народ, он профессионирует свою собственную команду. Поэтому, дорогие друзья, первое, нужно понимать, бизнес Skyway есть многомиллионный доходный бизнес только потому, что он находится в секторе, где формируется новый тренд с объемом в 50-300 миллионов долларов. Второе, если говорить о Skyway Investor Group, да, мы работаем в системе, система работы дает постоянно растущие обороты и дает, дорогие друзья, доходы. И здесь нужно понимать следующее, да, иногда задает вопрос, давайте, может быть, мы финансировать, будем больше компаний. Да, я согласен, можно больше финансировать компания, но я вспоминаю слова Анатолия Бяуловича, когда однажды он сказал, что мы создали, почему, партнерскую сеть именно для краудинвестинга, с тем, чтобы люди могли сегодня уже жить, то есть на дивиденды они смогут жить там примерно через 5-7, может быть, 8 лет, да, а чтобы сегодня за свою работу агента, за свою работу, можно сказать, активного рекламателя, который рекламирует компанию и, скажем, убеждает людей финансировать в компанию. Естественно, Анатолия Бяуловича дает возможности заработка, это заработки достаточно большие, я не буду прочитать, какие возможности заработать, но есть вебинары, где я об этом уже говорил, посмотрите, то есть это очень высокие доходы, которые люди могут заработать и создать бизнес. И самое интересное, не только заработать на том, что ЭкоТехноПарк строит, но потом и адресные проекты. Далее, вы имеете возможность получать доходы и деньгами, и акциями. К сожалению, дорогие друзья, к сожалению, с 1 июня будут изменения дисконта, мы перейдем в седьмой этап, это произойдет с 1 июня уже. И с 1 июня акциями люди смогут получать только 50% бонусными акциями, то есть деньгами 100%, а акциями 50%. И когда мы перейдем на восьмой или девятый период, акциями вообще не будут бонусы начисляться. Поэтому двойная выгода сегодня еще есть, она еще будет в седьмом периоде, но когда переход будет в восьмой или девятый период, этого уже не будет. Следующее. Команда СВИК обладает глубоким видением будущего Скайбэй, и об этом я уже не раз говорил, и вы, наверное, уже не раз слышали. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что на этом не будем останавливаться, а вообще вживую, кто будет у нас в Минске 2021-2022, тот услышит лично от меня в оффлайне, что такое новая экономическая эволюция мира, новый взгляд на это дело, и будущее НЭМИ, то есть будущее Скайбэй, то есть новая экономическая эволюция мира, это НЭМИ сокращенно, то есть будущее НЭМИ с будущим Скайбэй. Далее, со Скайбэй вы можете работать в любой категории людей, от пенсионеров и домохозяек до миллиардеров руководительных корпораций «Газправда». Ну, скажу вам, дорогие друзья, что лично я привлекаю, как мелкие инвестиции, ко мне приходят огромные люди с мелкими, от 10 долларов до 100 долларов, точно так же ко мне приходят люди, которые сами меня находят, которые инвестируют от 1000 до 10 тысяч долларов, и есть люди, которые инвестируют десятки и сотни тысяч долларов. Поэтому те люди, которые сегодня приняли решение и поедут в Москву на обучение, которое мы решили здесь с 27 до 29 мая, эти люди смогут научиться очень интересным моментам, как, ну скажем так, входить в любой сектор население, да, и работать с любой категорией людей. Потому что те люди, которые начинают работать в категории, которые зарабатывают там от 100 до 1000 долларов, зарабатывают, да, и люди, которые зарабатывают там от 1000 до 10 тысяч, и те люди, которые зарабатывают там сотни тысяч долларов. Психология, психотип людей одинаковый, и работать можно в любой категории, с любой категории людей. Поэтому, дорогие друзья, мы будем там учиться, как работать с любой категории людей, и самое главное, как работать с директорами предприятий, с фондами, с инвестиционными фондами, с брокерскими компаниями, с пенсионными фондами, потому что в России просто великолепные выходят новости. Уже осенью будут приняты законы, где пенсионные фонды смогут 1% отчислять в вечерные проекты, дорогие друзья. И это здорово, потому что единственным реальным проектом для пенсионных фондов является только Skyway. И все, что связано со Skyway, с адресными проектами и так далее. И следующее, мы создаем лидеров бизнеса. То есть, ну, хочу сказать, что Skyway... Андрей, извини, пожалуйста. Я всегда мечтал о сфере-мутинге в 2010-м году, в 2006-м, помню. Отключи камеру, немножко квакает звук. Как-то одинаково. Алло, сейчас получше слышно? Ну, вроде лучше, посмотрим. Так вот, дорогие друзья, одно из моих желаний и такой большой мечтой было создать... Вот есть заводы, которые производят, не знаю, продукты для здоровья, для красоты. Есть завод, вот сейчас мы строим с вами завод Skyway, можно так сказать, по продаже технологий Skyway. Я всегда мечтал создать завод по производству лидеров, именно лидеров бизнеса. Ну, это, грубо сказано, завод, да, но, можно так сказать, фабрику по производству лидеров, да, где любой человек, без разницы, на каком ступени развития финансово-карьерного роста он находится, он сможет стать лидером бизнеса или, по крайней мере, управленцем бизнеса для того, чтобы управлять бизнесом. И в следующий момент мы рады всем, кто желает к нам присоединиться и стать профессионалами, лидерами бизнеса. Мы с удовольствием будем работать с этими людьми, потому что мы заинтересованы, чтобы вот одна из больших таких моих желаний и цель – это создать миллион миллион миллионеров. И с помощью той команды, которая сегодня сформировалась, я смотрю, мы к этому придем и ближайшее, ближайшее будущее. То есть, если я ставил себе это за пять лет сделать, то я сегодня это вижу, что уже в 2017-2018 году, ну, наверняка уже тысячу миллионеров точно будет, а миллион миллионеров, я думаю, мы подойдем к 2025 году, это 100%. Поэтому, дорогие друзья, я хочу сейчас, я буду представлять людей, а Виктор будет делать промоушен нашей команде. И я хотел бы, чтобы люди, которые работают с нами, руководители, они рассказали о своем отделе, потому что, ну, многие находятся в тени, и вы не знаете, кто из наших руководителей чем занимается. И люди вкратце расскажут, чем они занимаются, что они делают, какие планы, то есть дела, которые сделаны, и те планы, которые мы ставим себе вот по каждому отделу. И вот я хочу представить первого человека, естественно, Виктора Собора, который является директором стратегического развития, департамента стратегического развития, и отделе образования, возглавляет отделе образования именно по мотивации, по просвещению именно наших партнеров, наших слушателей. Виктор, тебе слово. Да, благодарю, Андрей. Я, наверное, буду без видео, ничего страшного не произойдет, все будут фокусироваться, по крайней мере, на голосе. Андрей в свое время просил меня правильно позиционирование выстроить, меня, когда я только проходил. И когда я предложил сделать так, что, ну, написать, что я с вдохновением людей, я сказал такие слова, Андрей это наверняка помнит, не каждый поймет, что вдохновение важнее, чем мотивация. Я вам хочу объяснить одну важную вещь. Мотивация это то, что приходит извне. То есть вам всегда нужен кто-то, чтобы вас побуждать к действию. Вдохновение это то, что у вас внутри, у вас это не отняется, оно с вами всегда, это в вашем сердце. И когда вы вдохновлены, вы действуете намного эффективнее, чем человек, который просто накручен, который получает мотивацию. Это очень важно понимать для себя, такое отступление. На сегодняшний день, кроме того, что я занимаюсь систематизацией образования нашей команды, этим занимается и Андрей Хавратов, и Ольга Шантина, мы вместе выстраиваем систему. Я все же смотрю с позиции того, чтобы каждый человек, тот, кто творческий, либо тот, кто логичен, мог для себя найти нечто, что сподвигло бы его действовать эффективно в своей профессии, в своем новом деле. И для нас наиболее важным является здесь, таким критерием отбора, это первое, что человек понимает, работая с краудинвестингом, нужно быть человеком достаточно чистым. Не важно, что у вас было в прошлой жизни, важно, как вы ведете себя сейчас. У нас такой кругольный камень. Как вы поступаете сейчас. И поэтому с нами те, кому с нами комфортно. То есть те люди, которые порядочны по сути своей, которые обладают внутренней культурой, которые могут быть настоящими и естественными, наносить масок, те легко с нами уживают. Очень просто. Те, кто другие, они другие. И они не с нами. И очень важный момент при образовательной системе была сама идея создания миллионеров. Почему? Потому что такие люди, это люди, которые мыслят категориями, не что я получу, а что я могу дать мне. Вот я бы хотел, чтобы в нашей команде собралось за этот год более ста лидеров, эффективных лидеров. Не то, чтобы все неэффективные. Нет, я говорю про то, что люди, которые будут заниматься бизнесом профессионально, постоянно с нами на связи, они бы делали это эффективно. И для эффективности необходимо, первое, четкое намерение реализовать проект глобально. Второй важный момент, создать в своей команде понимание главной идеи. Все той же идеей, это создание линейных городов и небесных дорог по всему миру. Следующим этапом является, естественно, выход в космос. Поэтому люди с мелким мышлением, они не могут здесь быть эффективными. Только те, кто позволит себе, кто скажет себе, я достоин. Кто сможет перейти к этому формату. Кроме образовательной системы, я занимаюсь стратегическим развитием компании. И то, что мы сегодня выстроили, это такие первые шаги. Дальше вы будете видеть больше, кто с нами. Почему? Потому что сейчас у нас появился отдел, который занимается очень серьезной работой в интернете. Это команда, которая сегодня приводит в порядок все, что касается нашей расколки в интернете. И я вам скажу так, мы еще с вами не начинали работать. То, что мы сейчас с вами делали, это такая разминка перед серьезной работой. Мы просто немножко растянулись, немножко потянулись, мы привели себя в порядок. По-настоящему работа начинается уже с лета. И те люди, которые прошли профи, часть из них настоящими профессионалами стали, они изменили свой статус. Они начали получать на порядок больше денег. На порядок больше денег. И это есть награда за их труд, за их принадлежание. Те, у кого еще не совсем получается, они просто пришли немножко с другой стартовой позиции. Им просто нужно еще время. Кроме того, я отслеживаю работу всех отделов, насколько это возможно. И даю некоторые рекомендации и корректирую некоторые действия, которые есть у нас. Потому что одно дело быть компанией до миллиона долларов, а другое дело быть компанией, которая делает миллион, два, десять, двадцать в месяц. Совершенно другой подход к личностному и, скажем так, внутреннему миру. То есть то, каким мы становимся внутри. Я вам хочу сказать, что совет директоров для вас сегодня может являться примером. К любому из советов директоров вы можете относиться как к примеру или, скажем так, как эта личность, которая вам годится для подражания. Не в том, что нужно копировать этих людей, а учиться той эффективности этим действиям, которые у них есть. И хочу сказать, что совет директоров по праву может, я вот за себя скажу, это люди, с которыми я готов пойти в разведку. Это люди, с которыми я могу начать с нуля. Однозначно. И честь и хвала Андрею Хавратову, что он смог создать такую команду. Я когда-то старался это сделать, и это очень сложно. И вот сегодня у нас команда надежных, профессионалов, порядочных людей, которые своей целью ставят реализацию проекта глобально. Не на местечковый уровень, по-настоящему, по-большому. Ну, это коротко так, может быть, немножко сумбурно, но стараюсь не разгоняться, чтобы дать другим слово. Андрей. Да, я здесь. Следующему человеку я хотел бы представить его, а я думаю, Виктор сделает промоушен, это, скажем, возьмем с юродела, пойдем с юродела, да. То есть это Дмитрий Счастливый, его сейчас, наверное, с нами нет, у него немножко горе такое в семье, предусловно, у меня отец, несколько дней назад он сегодня покровами занимается. Но я хотел бы, чтобы Виктор представил Дмитрия и Ирину Ранцеву, и Максима Гофияк. То есть это юродел, а вот ребята, кто здесь есть, они потом возьмут слово и скажут, чем они занимаются, и какие задачи они перед собой ставят. Дарья-то, тебе слово. Дарья, Дмитрий Счастливый. Я с ним познакомился впервые, по-настоящему познакомился впервые, даже не в Москве, потому что там было такое быстрое знакомство, когда все мы были на мероприятии. Настоящая работа, которую я увидел, юродел, непосредственно Дмитрий Счастливого, что я могу сказать? Во-первых, это человек с глубокой интуицией, крайне порядочный человек. Просто, знаете, человек, который иначе жить не может. Потом, при том, что он очень мягкий внешне, он разговаривает, он такой мягкий, корректный, в то же время он глубоко влекает все дела, и это человек, который курирует направление потребительского общества. Помогая не только компании, но и непосредственно Анатолию Габручу и Ницкому, и его компании, экономить большую среду, благодаря той системе, с которой Дмитрий работает. Я вам хочу сказать, что для нас-то великое благо, что с нами работает такой человек. Почему? Потому что, когда у вас пойдут высокие доходы, вы всегда будете думать о том, как их сохранить от фискальных рисков. И вот здесь просто нам несказанно повезло, что Дмитрий с нами в команде. Человек, который вообще, когда с ним общаешься, даже если я эмоциональный человек, я бывает достаточно резок, а вы с ним начинаешь говорить и успокаиваешься. Но хочу сказать, что у нас есть еще один человек, который в юридическом отделе занимается, скажем так, многими договорными обязательствами, решает вопрос на Украине. Есть у нас тоже общественная организация украинская, как потребительского, что и в Разии, только там чисто украинская. И сегодня очень много работы проводится с некоторыми людьми, которые являются по праву элитой бизнеса, элитой производителей этой страны. Это Ирина Ральцева. Она работает в партнерстве с Алексеем Торонцом, но я не буду о нем говорить, сейчас я с кью-юр-отдел. Так вот, Ирина обладает, при том, что она тоже очень эмоциональный человек, она обладает такой, для юристов, чертой, скрупулезность и придирчивость. Это очень хорошее качество, потому что для нас это наша с вами безопасность. Сразу могу сказать. И вот когда у нас есть такой юрист, который думает о безопасности каждого, это очень здорово, это дорогого стоит. Это ты понимаешь, что ты в надежных руках. И Максим Гафиак, это человек, которого мы с Андреем знаем уже давно, это человек, уникум в плане того, что он юрист-международник у нас. У него рождаются гениальные схемы, вообще у всех наших юристов, когда они совместно работают, рождаются гениальные схемы. Но что я хочу сказать непосредственно о Максиме? Это очень мудрый, очень взрослый, очень солидный человек, при этом он ребенок. Осознайте, у него сердце ребенка. И он очень глубоко, серьезно подходит к моральным вопросам, к этическим вопросам любого бизнеса. Крайняя такая точка для него и принятия решения, насколько это морально, насколько это чисто и правильно. в мировом, в экономическом, но прежде всего во вселенском масштабе. То есть высокая моральная личность. И что еще скажу про Максима? Мне нравится, что он как международник находит наилучшие решения тех вопросов или тех задач, которые ставит Андрей Хабратов перед юридическим отделом. В целом, эта команда, являясь в отдельности сильными людьми, вместе, они, я видел, как они работают в Минске, когда мы приезжали в феврале месяце на корректировку договоров и изменения, новые договора. Я видел, что такое мосговоротштурм этих трех человек. Они уникальны, по сути, свои. И нам с вами круто повезло, что у нас такие юристы. Пожалуйста, вам слово. Если есть, Дмитрий. Если Дмитрия нет, то... Давайте я возьму слово. Но можно мне тоже не включить камеру, у меня тоже перебои с интернетом, у нас идет дождь. Здравствуйте, уважаемые партнеры. И самое главное, чем же все-таки занимается юридио? Этот вопрос интересует многих. И прежде всего, потому что наша работа не видна. Мы разрабатываем проекты договоров, песен, обращений, учим всех правовых вопросов и решаем все правовые вопросы и разрешаем все правовые документы фонда. Участвуем в заключении договоров и сопровождаем их. Контролируем введение документации по ним. Принимаем участие в рассмотрении вопросов контролирующими органами по финансовой и договорной дисциплине. Консультируем руководителей отделения фонда, партнеров фонда. Рассматриваем и разбираем различные спорные ситуации и предлагаем решения по этим вопросам. Взаимодействуем с предприятиями проекта. Работаем напрямую с КБ Анатолием Эдуардовичем Юницкого. Со всеми структурами фонда, отделениями, предприятиями. Проводим анализ законодательства, при том, что есть общие нормы, а есть частные, которые касаются конкретных государств. У нас в фонде задействованы государства. Россия, Украина, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, государства Прибалтики, Великобритания, Америка и так далее. В общем, этих государств до 30, как говорится, единиц, если можно так сказать. Это огромные территории со своим законом, со своим правовым полем. И мы стараемся взаимодействовать с правовым полем каждого государства. Мы занимаемся общеправовой поддержкой всех партнеров. Ведется юридический чат. Сейчас рассматривается вопрос о создании форума, так как чат всех желающих вместить не может. Мы ведем разъяснительные вебинары и отвечаем на вопросы в прямом эфире. С момента нового 2016 года с нашим участием была введена возможность конвертации в акции холдинга. И уже около 2000 человек фонда включены в состав акционеров холдинга. Компания, цель которой объедините под своей платформой всех участников проекта, физических лиц, независимо от фонда регистрации. Мы с Дмитрием Счастливым работаем в фонде с самого его основания. И нам это помогло увидеть вот что. Мы должны не только понимать и знать общеправовые нормы, но мы должны разбираться в специфике обслуживания проекта, то есть того бизнеса, в котором мы участвуем. Это необходимо для того, чтобы предвидеть и пересекать в своем начале возможные риски, спорные какие-то вопросы и моменты, которые у нас возникают. У нас очень большая команда, большие проекты. И мы переросли с момента основания фонда в холдинг, который объединяет не одно предприятие. Мы готовы не просто цитировать кодексы и законы, а готовы их непосредственно использовать, потому что не используя эти нормы законодательства, они превращаются в пустоту и они малоэффективны. Просто надпись, как говорится, где-то на страничке или в книге. И наши ощущения, чувства правовых норм дают возможность их применения к нашему проекту, а также отвечать на многие ваши вопросы и находить решение по этим вопросам. Отдельно хочу остановиться вот на чем. Чем же измеряется работа юриста? Этот вопрос, который, я думаю, интересует многих. Измеряется она результатами проверок, вашим спокойствием, ощущением защиты, бесперебойной работой. За несколько месяцев с начала года нам пришлось пройти и проверки, ответить на тысячи вопросов, подготовить не один десяток правовых документов, что также способствует повышению притока денежных средств на счета фонда и благодаря чему мы можем выполнить обещание Анатолия Эдуардовича Юницкого о беспрерывном финансировании его работ. Мы сейчас работаем над общими договорами, над конкретными договорами, которые позволят нам выйти на адресные проекты уже в ближайшее время. Так вот, суть работы юроотдела фонда. Это подготовка и заключение договоров, ответы на вопросы, участие в вебинарах, консультирование и рассмотрение спорных ситуаций, участие в переговорах. Мы договоримся о приезде делегаций, а также ведем постоянную сопроводительно-обеспечительную работу фонда. На данный момент юроотделом, притом и всеми нами участниками юроотдела, разрабатывается новая схема в плане безопасности перечисления денежных средств. Так как сейчас во многих государствах ужесточилась политика центробанков государств, и мы должны прослеживать и отслеживать возможность свободного перечисления денег и беспрепятственного перечисления денег на строительство экотехноплощадки. Разрабатываются новые организационно-правовые формы, которые позволят нам оптимизировать налогообложение и уменьшить затратную часть, которая налоговым бременем ложится и отягощает ваше перечисление. Мы ведем заключительные переговоры сейчас, именно сейчас, о приезде межалобных делегаций в Минск. Это будет 21-23 мая на встречу с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Я думаю, все вы, кто приедет в Минск, вы сможете увидеть эти делегации и, может быть, с некоторыми из них даже пообщаться. Потому что мы везде, при участии в переговорах, говорим о том, что проект поддерживают простые люди. Как Андрей сегодня сказал, действительно, эти участники, так сказать, нашего будущего форума, это представители государственных структур, они не верят и не понимают, как можно проект поднимать народными деньгами, народными силами. Нам нужно доказать им, что мы участвуем в этом проекте. Поэтому вам обязательно нужно приехать и на форум, на эко-техноплощадку, пообщаться с Анатолием Эдуардовичем, пообщаться с этими людьми и показать, что мы хотим реализовать этого проекта. Отдельно хочу обратить внимание на то, что все мы работаем в проекте и стремимся как можно быстрее проект вывести на строительные рельсы. Работа юрид-дела направлена на упорядочение работы фонда и приведение всех его направлений в законное поле государств регистрации партнеров. Мы работаем в легальном законодательном поле, на что указывают и договора, размещенные в личных кабинетах. Идет работа по заключению договоров со всеми работниками и сотрудниками фонда. Сейчас, кто не успел или по каким-то причинам не заключил договор, мы заключаем со всеми людьми, которые участвуют у нас в проекте, заключаем с ними договора. Мы должны показать всем государственным структурам, всем государствам, что мы легальная организация, что мы работаем в легальном поле. Мы делаем все, чтобы помочь нам всем выйти на сертификацию транспорта нашего проекта и начать строить конкретные магистрали на местном и региональном уровне во всех государствах, в которых зарегистрированы партнеры фонда. Это краткое изложение, чем мы занимаемся. Откровенно говоря, работы у нас очень много, спим мало, но нам главное, чтобы была реализация нашего проекта, чтобы все, что мы вам обещаем, потому что у каждого из нас есть свои структуры, мы могли выполнить. И наша команда объединенными усилиями поможет и способствовать будет реализации проекта нашей технологии. Спасибо вам большое за то, что меня слушали, за то, что дали возможность вам это все рассказать. Виктор, передай, пожалуйста, слово Максиму. Да, Максим, если ты есть, подключись тогда. Максим у нас сейчас находится в Минске, судя по всему. гостиничный номер знакомый. Да, более знакомый. Максим, звук. Нету звука. Алло, слышишь меня? О, отлично, супер. Меня включили организаторы, благодарю. Да, я действительно в Минске, знакомым для наших руководителей Минске. Значит, всех приветствую. Вкратце скажу, что здесь в Минске... громче, или голос, или звук. Значит, здесь нахожусь в Минске в командировке. Сейчас у нас готовится ряд договоров с Анатолием Эдуардовичем Веницким по работе с крупными инвесторами и по некоторым адресным проектам. Значит, за апрель месяц вот у нас прошли переговоры с Анатолием Эдуардовичем Минницким и его командой по адресным проектам Великобритании. Значит, удалось найти очень интересные оптимальные схемы для работы. Был подписан договор. Ну, пару ноу-хау было юридических придумано таких хороших. Вот. Значит, это открывает дорогу в Великобритании для работы. Сейчас готовим дальнейшие договора по Великобритании. Значит, также был подготовлен договор для работы в Соединенных Штатах Америки. Там он, говорится, уже вошел в работу. Вот. И сейчас у нас параллельно было конец апреля это подготовка базы по работе на юге России. Это адресные проекты на юге России в ряде регионов. Вот. Сейчас тоже работа продолжается в этом направлении. В общем, вкратце вот так. Плюс у нас подготовка к конвертации всеобщей нашего фонда. Как вы знаете, любой партнер-агент покупает у нас образовательный инвестиционный продукт АИП. Вот. И эти в составе этого продукта идут обязательства нашего фонда перед партнером или агентом, который приобрел этот АИП. Обязательства по тому, что человек, который приобрел этот обучающий инвестиционный продукт, в будущем стал акционером одной из корневой компании Skyway. Волей руководителя фонда Андрея Хавратова и благодаря поддержке всей команды фонда и поддержке команды Анатолия Эдуардовича Яницкого была разработана схема, каким образом произойдет выполнение этих обязательств можно сказать досрочно. То есть произойдет коммертация обязательств фонда перед партнерами и агентами непосредственно в акции корневой компании. Акции эти через определенное время, когда начнут реализовываться уже адресные проекты, эти акции станут конвертируемыми на международном уровне и станут можно сказать очень серьезным товаром, активом, который каждый, как говорится, будет иметь у себя в пользовании в собственности. Значит вот сейчас эта форма готовится, мы достигли понимания и схемы такой, которая позволит нашим партнерам и агентам не предпринимать никаких лишних действий, то есть все будет отображено прямо в личном кабинете, вся процедура произойдет автоматически, то есть вам не надо будет ничего особо предпринимать. Вот, то есть ну вот вкратце что мы сделали. Значит мы сейчас по странам СНГ в частности и везде мы выходим на очень широкий спектр работы, у нас расширяется количество агентов и партнеров, у нас расширяется и увеличивается оборот компании, значит соответственно мы планируем взаимодействие с государственными органами, в том числе и местными администрациями, где будут реализовываться адресные проекты, поэтому сейчас оптимизируем скажем так нашу всеобщую работу тем, что будем обязательно платить налоги за те вознаграждения и зарплаты которые мы с вами получаем, будем отчитываться за них соответственно, но работа юродела как раз будет уже включена в это направление таким образом, чтобы минимизировать затраты на вот эту процедуру, то есть чтобы люди не платили лишних денег, чтобы максимум как говорится заработанного шло бюджет ваших семей, поэтому рекомендую всем, кто еще этого не сделал, это подписание договоров с фондом, который есть в личном кабинете, это во-первых, и во-вторых, рассматривайте для себя возможность, это для допустим страны СНГ, открытие индивидуального предпринимательства, для чего это нужно, для того, чтобы уменьшить налоговую базу, которая будет ложиться на ваши доходы в фонде, то есть, если, я к примеру скажу по российскому законодательству, если обычный человек, получая вознаграждение по какому-то договору по удаленной работе, он платит 13% налог на доходы физических лиц, то индивидуальный предприниматель платит при этом 6%, поэтому рекомендую тем, у кого есть такая возможность, открывайте индивидуальное предпринимательство, регистрируйтесь с предпринимателями и все ваши вознаграждения, которые вы получаете в фонде, вы сможете провести именно через форму предпринимательства, таким образом вы сократите размер налогов, который вы будете уплачивать. Тем, кто это не может, существует классическая база налогообложения, которую мы будем еще разъяснять и помогать всем нашим партнерам и агентам, кто будет с этим сталкиваться, как выполнять эти процедуры по уплате налогов, по отчитыванию, это все в перспективе будет поддержка этому всему, поэтому не переживайте, значит, мы поможем, но цель такова, то есть мы работаем легально, мы дружим с государством как законопослушный бизнес и соответственно мы планируем очень широко выходить на адресные проекты, это расширение проектов, расширение количества лиц, которые участвуют в этих проектах, соответственно увеличение ваших доходов, увеличение доходов людей, которые будут включаться в проект, поэтому перспективы очень большие. и еще что хотел сказать по поводу всего нашего проекта фонда, мне в жизни довелось как говорится испытать разные ситуации, был момент, когда мне приходилось собирать буквально на булку хлеба в день, чтобы оплатить свое проживание, были моменты, когда у меня от одного проекта доходы были полмиллиона долларов, то есть я испытал разные вещи и сформировал для себя определенные цели в жизни, цели, которых я хочу достигнуть и которые придя в проект, меня пригласил Виктор Собор и Андрей Ховратов, придя в проект я увидел, что и Андрей, и Виктор, и люди, которые здесь находятся, они придерживаются подобных целей, я вот хочу озвучить эти цели для тех, кто может быть только появился в нашем проекте и возможно эти цели вам помогут глубже понять то, что происходит, значит, первое это то, что наши цели не только меркантильные, мы не только стремимся стать успешными и обеспеченными людьми в этом мире, заработать много денег, обеспечить себя и свою семью, мы стремимся реализовать некоторое, нечто большее, для меня кроме меркантильных целей есть еще и духовные цели, я считаю, что любой человек, он должен стремиться к чему-то очень высокому и хорошему, иначе это как бы все остальное мелко, и вот именно для нас, для нашего проекта я вижу, что мы с вами делаем дело, которое поможет изменить планету и будет способствовать в том числе изменению сознания людей, больше всего не за счет технологии Skyway, хотя она тоже способствует этому, но больше всего за счет тем идеям, которые как можно сказать культивируются членами нашей команды, и вот главное, вот для себя я сделал такой вывод, что нужно учиться всем нам мечтать, нельзя мечтать о мелких целях, нельзя мечтать о средних даже целях, надо брать по максимуму, мы должны стремиться к тому, чтобы представлять даже нашу планету в будущем населенную гармоничными людьми, населенными людьми, которые не знают, что такое болезни, нищета, зло, пороки, понимаете, вот когда мы начнем стремиться к подобному, когда мы начнем мечтать о таких поселениях, о таких людях, о таком укладе жизни, который среди этих людей будет устроен, то наша цель по реализации проекта Skyway и последующие все другие какие-то проекты будут появляться связанные с этим проектом, эта цель будет еще больше магнитить и еще больше помогать нам реализовать то, что мы делаем сегодня. Поэтому я вот всем желаю, при том, что надо находиться в реальности и в трезвости, потому что мы живем в таком достаточно опасном мире сегодня, при этом надо учиться мечтать, быть верным своим целям и стремиться расширять свои горизонты, своих стремлений не только на меркантильные сферы, но и на сферы духовные, глобальные и это поможет нам построить и свою жизнь и самих себя, потому что в итоге для чего мы здесь на землю пришли, это наверное все-таки чему-то научиться и помочь максимально большому количеству людей. Вот на этом я наверное буду завершать, я очень благодарю Андрея Ховратова, Виктора Собора и всю нашу команду за то, что я появился в проекте, за то, что мне такая возможность была дана, это очень здорово и я желаю всем проникнуться вот этими идеями и вместе строить наше будущее. Спасибо. Благодарю Максим, благодарю весь юридический департамент, у нас даже не юридел сегодня, а юридепартамент просто так назвать, потому что занимается не просто в рамках одной страны, а в рамках многих стран, которые мы перечислили. И дорогие друзья, хочу дальше представить человека, который я вкратце скажу о нем, а хотел бы, чтобы и Виктор Соборов о нем больше рассказал. Одно скажу, что этот человек был на обучении два года назад, даже еще двух лет не прошло, вот и девять месяцев назад, вот и одиннадцать месяцев назад. И я однажды тогда сказал всем, кто обучался, что если среди вас будет один человек, который захочет вместе со мной разделить финансовые потоки всего мира в новом жизневекладе общества, я, значит, буду работать только с этим человеком. Если даже появится среди всех вас один человек, я буду очень гордот. Этот человек услышал, сказал, этим человеком. Из той всей группы людей, которая обучалась, он не единственный, но он единственный, который сегодня имеет очень большие результаты. И я хочу представить Арманд Мурникс, сегодня возглавляет компанию Global Internet UK, и это не просто компания, а целое направление уже компаний по Великобритании и англоговорящему страну. Арманд, Виктор, Арманд, нет? Есть Арманд, да? Я есть, Виктор, ты скажешь? А, да, Виктора что-то нету, смотрю, тогда я продолжу. Хочу сказать следующее, дорогие друзья, что я уже говорил об этом в Крыму, и здесь повторюсь, что Арманд сегодня ведет переговоры с секретариатом известного инвестора планеты Ореном Бахутом. Арманд проходил учение у одного из членов команды Ричарда Брэнсона, ведет сегодня переговоры о том, чтобы люди профинансировали адресный проект Британии. Арманд заключил договор без участия ирландских партнеров, естественно, там очень активно участвовали ирландские партнеры, но был заключен договор именно с ирландским министерством туризма. Арманд ведет переговоры с Францией, с некоторыми, правильно я понимаю, нет, Арманд и скажешь, это какой-то фонд во Франции, которые знают, что оплатили тебе дорогу туда и обратно на их самолетах, скажем так. Поэтому, что я хочу сказать, дорогие друзья, что многие молодые ребята, которые сегодня не имеют возможности учаясь в университетах или вообще не обучаясь ничему, а работая и не имея возможности, потому что все, скажем, сегодня ниши заняты, благодаря тому, что вы приходите в Skyway, вы можете иметь возможность, вот как Арман сегодня живой пример, простой инвестор еще два года назад сегодня возглавляет одну из крупных компаний сегодня, крупные направления именно Великобритании и в англоязычных странах. Арман, тебе слово тогда. Чем занимаешься, я имею в виду компания, направления, какие задачи решены, какие задачи будут решаться? Благодарю, Андрей, приятно слышать всегда. Друзья, многие меня знают, кто не знает, я являюсь директором компании Global Красных Летей, и значит, вкратце я сегодня хотел бы с вами поделиться именно, что сделано, что планируется сделать до конца этого месяца, и какие наши планы до конца года. Значит, как уже Андрей говорил, конечно, без обучения и команды это две важные вещи, которые я постоянно на вебинарах повторяю, без этого ничто никогда не будет видеть. И на данный момент я очень рад, что те люди, которые смотрели, присматривались, возможно, где-то в другом месте получали опыт, сегодня мне удалось собрать команду, и я могу честно сказать, я это делал первый раз, поэтому для меня самое, наверное, важное это было собрать команду, мотивировать этих людей, показать им ту масштабность, которую я в свое время увидел в этой компании, ну и, понятное дело, наш план. Значит, на сегодняшний день было сделано уже, как Андрей говорил, проведены ряд серьезных переговоров, плюс работа, которая сделана по Ирландии, хотелось бы отметить команду ирландскую, да, это Том, который, кстати, вот сейчас мы ему оформляем все бумаги для того, чтобы привести его и познакомить процесс с Анатолием Дорфюинским. Наталья, которая у нас находится в Ирландии, то есть активный наш партнер и не без ее помощи мы заключили договор по первому адресному проекту, это так называемый пилотный проект, где получили предварительный такой договор, да, подписали меморандум, что мы строим первый километр и соответственно после этого они инициируют адресные проекты в различных точках Ирландии. Вот, что касается Лондона, тоже уже есть команда, которая занимается лоббированием вопроса по поводу адресного проекта на территории Великобритании, пока нет конкретного места, где это может быть, но интерес есть очень большой и с каждым днем показывая результаты, как наша команда делает обороты, соответственно, они видят, что для них риски все меньше и меньше становятся и, понятное дело, они хотят участвовать в этом. Также Анатолий Эдуардович Миницкий, я свел с человеком из Великобритании, у которого команда людей, которые, я не знаю, каким образом они работают, по-моему, ребята возглавляют фонд, один из инвестиционных фондов, который в свое время на валютных рынках или на этих биржевых рынках заработали хорошие суммы денег и сейчас ищут, куда ее вложить. И уже разговаривали с Анатолием Эдуардович Миницким о довольно-таки крупной инвестиции. И, как Андрей уже сказал, что они не оплатили дорогу, они просто пригласили нас лететь вместе с ними уже на частном самолете. Но пока этого, скажем так, не получили какого-то одобрения на бумаге, то я бы не хотел забегать вперед и об этом как-то говорить. Также было сделано самое главное это компанию Global Transnet UK был введен Анатолий Дорчунинский и компания Global Transport Investment, где мы все с вами являемся совладельцами, так как мы имеем эти акции, введен в соучредители на 60%, то есть 56% это мы все с вами, поздравляю, это наш первый адресный проект, и Анатолий Дорчунинский на 4%, для того, чтобы просто фигурировало его имя. Это очень такой серьезный шаг, так как у нас сегодня появляется по Европе четкая схема, каким образом привлекать средних, мелких и крупных инвесторов. Какие наши планы? Наши планы до конца месяца запустить уже наконец работу Global Transcendent Key, то есть там юридические все бумаги должны быть сделаны, личный кабинет, сайт и описание товаров, то есть рабочие моменты. также наладить привлечение британское население в наш проект. Для чего это необходимо? Мы все знаем, 15% дадут нам зеленый свет, входить во все как торговые палаты, так и во власти, для того, чтобы показывать им привлекательность тех проектов, которые мы можем им предложить на сегодняшний день. Также продолжать подключать крупных инвесторов, так как не без них мы сможем это все сделать. И как минимум в течение этого месяца планируется еще подписать два-три проекта по Великобритании. Понятное дело, не все зависит от нас, но у нас такие цели и планы есть. Также до конца месяца те, которые будут в Москве, однозначно хотелось с вами поделиться той информацией и теми практическими навыками, которые уже отработал на собственном опыте, каким образом вам сегодня разговаривать с крупными инвесторами, чиновниками и так далее, на что обращать внимание, что говорить, что не надо и каким образом к ним подходить. Точно так же это значит, что до конца месяца. И до конца года, то есть до конца этого года наши планы ходят уже начать стройку в Ирландии пилотного проекта за счет тех инвесторов, которые будут находиться на территории Европы, Великобритании, Ирландии, ну и всех остальных стран, которые захотят получить долю в этой компании. Также хотелось бы отметить, что команда ирландская была уже инициирована в открытие компании. сейчас делается значит сайт по ирландскому проекту и государственная сторона уже сегодня делает трассировку без наших финансов. То есть это их интерес, то есть таким образом они показывают, что они действительно серьезно намерены в постройке вот этого пилотного проекта. Дальше для Юницкого привести ну как минимум два-три крупных инвестора, которые вам поможут, помогут, то есть не инвесторы, а их действия помогут вам эффективно работать со своей командой и уже показывать то, что смотри, вот у нас есть крупный инвестор, который проинвестировал, уже вот проект начал стройку там в Ирландии и вам будет легче работать со своей командой. И как уже Андрей говорил, да, с Уорреном Баффетом ведется переговоры, не лично с ним, а с его замом, но нам необходимо запустить Transnet для того, чтобы показать конкретный проект и юридически обоснованную инвестиционную программу, куда он может войти со своей компанией Бершли Хэттэвэйт. Ну и последнее, это войти в торговую палату Великобритании. То есть Дмитрий Счастливый уже это сделал по России и хочу сказать следующее, что мы просматривали, что такое вообще торговая палата на территории Великобритании и что она нам может дать. В первую очередь там находится очень много различных компаний, которые сегодня интересуются в развитии немножко другого вектора по Великобритании. Следующий момент российская торговая палата, в которой мы уже действовали в Евразии, она поможет работу наладить между Россией и Великобританией и я думаю также можно будет подключить Европу, потому что Великобритания в ходе страны Евросоюза. Ну и в принципе буду продолжать делать ту работу, которую мне поручили, наверное, даже не так скажем, но просто которую мне предоставили для того, чтобы реализовать наш огромный, но очень приятный проект уже в металле, в железе и в наших юнбусах. Спасибо большое. Если есть вопросы, в конце я отвечу. Благодарю, Арманд. Также хочу представить следующего человека, дорогие друзья, это молодой наш сотрудник, но я когда формировался фонд, увидел именно в этом человеке, не просто человек, который может отвечать за образование, онлайн-образование, подготовку наших партнеров, тестирование партнеров, которое ведется уже в сентябре месяца, но также и то, что меня давно была уже идея посвящала, я знал теоретически и практически это все на самом деле, именно создание так называемых мастеров в продажах по телефону и вот Ольга Шантинап, она возглавляет сегодня контакт-центры, также возглавляет еще онлайн-образование, создание именно системы тестирования партнеров на каждом уровне, но я бы хотел, чтобы Ольга в большей степени рассказала именно о контакт-центре, что сделано и что сейчас готовится, потому что лично мое видение, дорогие друзья, что вот как я вижу и с Ольгой, когда мы разговаривали, я вижу, что у нас в нашем контакт-центре будут работать тысячи, десятки тысяч человек в разных странах мира и одна из задач сейчас это отработать в России, а потом это, скажем, интегрировать другие страны, и вот сегодня уже даже интегрированные это уже, Ольга сама скажет, какую страну и те уже работают по ее системе, начинают работать в этой стране. Благодарю, Андрей. Друзья, всех вас приветствую, и вообще крайне приятно работать в такой команде, которая, как уже говорил Андрей, клином идет вперед. Знаете, куда бы мы ни шли, мы идем все вместе. Просто решили, сделали, решили, сделали, наверное, поэтому увеличивается объем, да не наверное, а точно. Знаете, друзья, это действительно очень такое интересное состояние, когда ты занимаешься тем, что тебе крайне нравится, то есть ты готов вообще бесплатно это делать. И я, собственно, с этого начинала, когда я просто пришла в компанию, начала делать какие-то вещи, которые мне действительно просто нравятся. А потом еще предложили должность директора, да, в этом направлении. Могу вам сказать, что у каждого абсолютно человека, который появляется в нашей команде, есть такие перспективы. Перспективы развития именно в том направлении, которое вам по-настоящему нравится. И это крайне важно. Я когда подбираю сотрудников или подбираю руководителей в каких-то странах, я спрашиваю в первую очередь, а что тебе нравится больше всего, что тебе нравится делать. Когда человек с горящими глазами начинает рассказывать о чем-то, я понимаю, куда уже его можно направить, да, чтобы он был эффективен, и я знаю точно, что он будет делать это с удовольствием. Вот с этого я начинала. Ну, очевидно, в принципе, что как для партнеров наших необходимы какие-то четкие схемы, по которым можно работать, привлекать новых инвесторов. Также очевидно, что кроме партнерских сетей, кроме привлечения инвестиций через партнеров, нам необходимы какие-то другие источники. Именно поэтому я создаю для партнеров систему обучения, создаю для партнеров и даю какие-то четкие схемы, как можно привлекать новых инвесторов, как увеличивать объемы в своей команде. И вы можете на моих тренингах это, естественно, получить. Конечно, в Москве, в Яхондах, я дам более серьезные интересные фишки, которые наработаны сейчас и активно применяются в контактном центре. Но это для тех, кто приедет, конечно. Я вам дам такие вещи, которые вам дадут, вы сможете прямо вот на месте там формировать себе новую команду. Я думаю, что каждый из вас, кто является партнером, хотел бы этому научиться и вы сможете это получить. Что же касается контактного центра, знаете, друзья, здесь, наверное, большая цель увеличить именно параллельно приток инвесторов, увеличить именно без участия партнеров. И здесь открываются очень серьезные перспективы для всех вас. Потому что контактный центр, он, как сказал Андрей, предполагает расширение до десятков тысяч сотрудников. Сейчас мы наконец-то год тестирования прошел, можно так сказать. Пожалуйста, не отодвигайте в сторону, кто это делает. Год тестирования прошел, мы наконец-то наработали идеальную систему, на мой взгляд. Естественно, она нуждается в том, чтобы оттачивать ее в дальнейшем, но сейчас она дает очень серьезную конверсию, которая будет в замкнутом цикле работать. То есть мы будем самостоятельно, отдел продаж будет привлекать новых инвесторов, потенциальных акционеров, самостоятельно привлекать инвестиции, самостоятельно вести клиентов в дальнейшем и для каждого человека, кто является приверженцем, подчеркиваю, Skyway, есть возможность быть в нашей команде в отделе продаж. С самого начала пройти карьерный рост и стать возможно руководителем отдела продаж в своем регионе. для кого-то даже руководителем отдела продаж в своей стране. Как, например, у одной из наших партнеров внезапно появилась такая возможность стать руководителем отдела продаж в Великобритании. Именно колл-центра, то есть руководителя отдела продаж по телефону. Ну, могу вам сказать, что у тех людей, кто приедет в Яхонты, будет вот такая же перспектива. То есть я готова с вами пообщаться на эту тему и дать вам возможность проявить себя и заявить о своем желании развиваться в этом направлении в вашей стране или в вашем регионе. Ну, а сейчас я приглашаю людей, которые готовы активно сотрудничать с нашим отделом с самых первых шагов прийти к нам, обучиться, начать с привлечения новых регистраций, дальше перейти на ступеньку выше, стать менеджером по продажам, дальше еще выше стать супервайзером, и сейчас, кстати, у тех, у кого есть, у тех людей, у кого есть опыт работы, именно с супервайзером, подчеркиваю, опыт работы, и кто является уже нашим инвестором, есть возможность после собеседования лично со мной вступить на эту должность сразу. Поэтому свяжитесь со мной, пожалуйста, если у вас есть такой опыт, и мы обсудим ваши перспективы, и что я от вас хочу, обязательно расскажу, а вы мне расскажете, что вы умеете. Окей, что же касается вообще моей задачи, да, я до конца года планирую расширить наш отдел продаж, действительно до размеров хотя бы тысячи человек. Поэтому мы будем со всеми общаться, со всеми, кто хочет, со всеми, у кого есть такая возможность удаленно работать с нами. Вам для того, чтобы сотрудничать с нами, необходимо иметь компьютер, хоть какой-нибудь, да, который работает, и выход в интернет, а также являться нашим партнером и знать какую-то информацию о компании. Все остальные материалы мы предоставим, обучим, как нужно общаться, дадим конкретные скрипты, и, естественно, у вас будет возможность расти. А сейчас, друзья, что касается поездки в Минск и поездки в Яхонты, у меня есть к вам вопрос, напишите, пожалуйста, в чате, вернее, тут даже не чат, а questions, вопросы, да, напишите, пожалуйста, кто хотел бы поехать, но почему-то какие-то вот дела там мешают. Поставьте плюсик, вот хочу поехать, но дела мешают. Есть такие? Раздел questions. да, вижу. Вижу, есть такие. Запишите, пожалуйста, формулу. Именно для тех, кто не может по каким-то причинам поехать. Я вам сейчас расскажу, как туда попасть. Записывайте. первое, вообще задайте себе вопрос просто в тишине, да, действительно ли вы хотите туда поехать. Расскажите сами себе, почему вы хотите туда поехать, что именно вы хотите там получить. Лучше, знаете, не просто рассказать, а записать это где-то на бумаге. Даже не в компьютере, а на бумаге. После того, как вы записали это, прочувствуйте, прочувствуйте и представьте, как вы уже там находитесь. Ощутили все вот эти вот вибрации, представили, как вы обнимаетесь с каждым из тех людей, кто туда уже приехал, как вы общаетесь с руководителями фонда, как вы наслаждаетесь вообще обстановкой в яхонтах, как вы получаете уникальные знания, которые приводят вас к потрясающему результату. И там будет очень серьезная прокачка. Там каждый из руководителей даст такие вещи, которые вам помогут изменить полностью всю вашу жизнь. Это я вам гарантирую. Вот представили это все, ощутили, выдохнули, свернули эту бумажку, положили ее в карман и все время перекладываете, где бы вы ни находились. Все. Дальше просто отдайтесь на волю судьбы, как говорится, плывите по течению и берите каждую возможность, которая вам попадается на пути. Берите, используйте ее. Встретился где-то человек, познакомьтесь с ним, расскажите про Skyway. Где-то с кем-то, не знаю, как-то заговорили, да, и вдруг случайно, вот как у Андрея Федоровича, да, Юми побежала и познакомила с человеком, который инвестировал в дальнейшем уже серьезную сумму. и еще планирует. Вот случайностей, конечно, не бывает, но это все происходит только тогда, когда вы изъявили намерение. Действительно, не просто желание, не просто хочу, а намерение. Вот то, что я вам сейчас рассказала, это было сформированное намерение. Сделайте, пожалуйста, просто это. И вы обязательно попадете и в Яхонты, и в Минск. Для тех, кто еще ни разу не встречался с Анатолием Эдуардовичем, я вам просто прописываю, как доктор, эту поездку. Сделайте вот все возможное, невозможное, но обязательно познакомьтесь с ним. Это знакомство вам даст просто уверенность в том, что вы делаете. Вы просто поймете, что не надо об этом вообще думать. Да, правильно ли я иду, то ли я делаю, не то ли я делаю. Для тех, кто не общался ни разу с Андреем Федоровичем, я вам прописываю поездку эту в любое место, либо в Минск, либо в Москву, а лучше туда и туда. Для тех, кто не общался с Виктором Собор, это вообще вам просто вот предписание. Если вы хотите осознать какие-то моменты, которые, возможно, для вас сейчас кажутся неважными, но могут изменить полностью вашу жизнь, и я это тоже прошла, я вам рекомендую обязательно пообщаться с Виктором Собор. Это действительно мастер осознания. Андрей говорит правду. Подтверждаю. Проверено. Вот, друзья, поэтому последний маленький секрет, ингредиент секретный во всем этом рецепте, следующий, это самое важное. Уберите сомнения. То есть вы запланировали, вы сделали все вот эти вот прочувствовали, отпустили, все, не надо думать о том, а получится ли, а встречу ли я того, кто мне там может как-то помочь, а как я туда попаду. Не важно, само собой все произойдет, просто не думайте об этом, не сомневайтесь, потому что, когда вы сомневаетесь, это делается шаг вперед и два назад. Вы даже не на месте топчетесь, вы назад уходите. Уберите сомнения, поверьте в себя, прочувствуйте, что вам это нужно, прочувствуйте, что вы это действительно хотите, и у вас все получится. Я благодарю вас и до встречи в Минске и в Москве. Благодарю Ольга и то, что Ольга сказала, да, мы делаем центр продаж, отдел продаж именно независимый, дорогие друзья, не только, чтобы работал на структуру, но еще, чтобы мы отдельно делали, как Ольга сказала, правильно. Андрей, можно слово, простите, я вот просто хотела столько всего сказать и половину вообще забыла, что нужно сказать. Ситуация следующая, друзья, после 16-го числа мы абсолютно меняем схему работы. Будем работать, как говорит Андрей, как независимый отдел продаж. При этом мы прекращаем сотрудничество с партнерами нашими, как это есть сейчас. То есть возможности передать ваших клиентов в отдел продаж для того, чтобы с ними работали и вы делились бонусами, больше не будет. Будет другая возможность, но это мы будем решать в индивидуальном порядке. Если у вас более 300 клиентов, которых вы готовы, то есть у вас какой-то массированный маркетинг, более 300 клиентов у вас есть, мы будем с вами индивидуально обсуждать возможность сотрудничества. то есть вы передаете свою базу для обработки, мы вам делаем объем. Вот таким образом. После 16-го все эти функции передать клиенту в отдел продаж отключаются. Все, благодарю. Благодарю. Почему мы это делаем, дорогие друзья? Было много случаев, где люди сначала передавали в отдел продаж, потом рассказывали, что они сами работают с этими людьми и не хотят делиться с отделом продаж. В общем, катавасия такая была неправильная. Поэтому решили сделать отдельно отдел продаж. Цель наша следующая. Вот тысячу наших менеджеров продажам, которые делают регистрации 50 в день, это получается 50 тысяч регистраций в день. То есть умножить на 30 дней, это полтора миллиона в месяц. И одна из задач, чтобы это был как директ-маркетинг в разных регионах, это очень важно, потому что кто слышал не раз и говорил, что мы сможем реализовать проект SkyWay, если нас поддержат хотя бы 5% населения. Хотя я поставлю план 15-20% населения, это люди, которые хотят поддержать наше направление. Вот такой план. Дальше я хочу представить вот человека, еще одного такого вот нового, может быть, вы еще не слышали, но это Нелли Шереметьева, она, можно сказать, это координационный отдел, сегодня исполняющий обязанности руководителя координационного отдела, на которой на нее возлагается очень много тоже таких невидимых вещей, которые, скажем, для компании не очень важны, и автоматизировать это невозможно, должен только человек, скажем, автоматизировать, держать под контролем. Нелли, тебе, пожалуйста, слово, чем вот занимаешься, какие свои действия, что сделано, планы. Приветствую всех, благодарю, Андрей, за представление. Я расскажу о, ну, сегодня об успехах развития региональных представительств Skyway Invest Group. На сегодняшний день работает 10 официальных представительств Skyway Invest Group, это в России 4 представительства, в Москве, в Иркутске, в Новороссийске и в Чебоксарах, в Украине, в Харькове, в Белоруссии, в Могилеве и в Молдове, и в Кыргызстане, в городах, в Бишкеке и в городе Ож, также в Чехии, это в городе Прага. Руководители представительств в Апрелии, в Апреле, в Мае этого года, очень плодотворно работали и организовали и успешно провели конференции в Минске, в Новороссийске и в Праге. На эти конференции были приглашены руководители нашей компании, где они выступали. Кроме этого, региональные представительства организуют небольшие конференции в своих городах периодически и благодаря эти конференции способствуют увеличению сторонников и, соответственно, инвесторов. Адреса представительств и контакты это все есть на официальном сайте, там вы можете посмотреть, ознакомиться и при необходимости связаться. Должна заметить, что все представители прошли профи-обучение у Андрея Хавратова и Виктора Собор. И именно благодаря этому за пять месяцев этого года, за пять неполных месяцев, объемы привлеченных инвестиций увеличились на 51% по сравнению с объемами прошлого полугодия. Для дальнейшей плодотворной работы необходимо открытие новых представительств в регионах. И поэтому я хочу сказать, призвать вас включайтесь в работу, включайтесь в развитие, давайте вместе развивать регионы. Это будет хорошо как лично для вас, так и в целом для развития компании. Обратите внимание, что для того, чтобы стать представителем, нужно заполнить заявку, подать заявку. И кроме этого, есть положение о представительствах, где указано, что минимальный объем в вашем городе, вашей структуры должен быть не менее 3,5 тысячи долларов. Если у вас нет структуры, но вы всей душой желаете работать на благо компании, вы можете, эта сумма может быть лично ваших инвестиций. Но она должна быть эквивалентна этой названной сумме. Главное условие, что будущий руководитель представительства должен пройти обучение у Андрея Хавратова и Виктора Собор. Именно поэтому важно приехать в Минск 21 и 22, 23 числа в мае. И особенно хочу подчеркнуть, важно ваше присутствие в Москве, в Яхонтах 27, 28 и 29 мая. Вот хочу привести пример. Когда была конференция в Новороссийске, приехали с разных ближайших городов, инвесторы, скажем так, и одна девушка, она изъявила на желание, так скажем, загорела и захотела быть представителем в Краснодаре. То есть она приняла решение, как будет ее жизнь в дальнейшем развиваться, в каком направлении она будет работать, и вот она уже едет в Яхонты. Естественно, для того, чтобы лично пообщаться с Андреем Хавратовым, с Виктором Собр и получить необходимые знания, которые нужны будут для успешного развития города, которым она планирует работать. Я думаю, что большинство из тех, кто уже сегодня принял решение и приедет в Москву в Яхонты, это потенциальные директора представительств. Поэтому приезжайте, мы вас ждем там и лично будем общаться о перспективах развития регионов и открытия представительств. И я хочу, конечно же, поблагодарить директоров представительств за такую профессиональную работу. Это назову их не так много, поэтому хочу сказать, что именно вот эти люди последние пять месяцев этого года плодотворно работают. Это Сагина Мендулатова, Светлана Милютина, Алексей Мурашко, Иван Жалбе, Павел Ваврик в Праге и Елена Паршакова, которая организовала именно в Новороссийске конференцию. И также хочу, конечно, в заключение поблагодарить Андрея Хавратова и Виктора Собора за то, что предоставили мне возможность работать на благо компании, на благо развития технологий SkyWay. Благодарю, у меня все. Благодарю Нелли. И также хочу сказать, дорогие друзья, почему Нелли координационный отдел возглавляет, но она также еще с мая месяца берет на себя и отдел кадров, скажем так. Есть какое-то американское или английское такое название, я его никак не запомню. Он по-нашему по-русски называется отдел кадров. она будет еще так же, как начальник отдела кадров, то есть я поручил ей, чтобы все люди, которые у нас сейчас, мы берем штат, а мы, чтобы вы понимали, кого мы берем штат. Тот человек, который сначала отработал какое-то количество времени, вот все, у кого вы видите, руководители, они примерно два, три, кто-то даже полгода работал, можно сказать, либо бесплатно, либо за копейки, да, можно сказать, так, выполнял свою работу и доказывал, что да, он нам нужен в штате, и мы его действительно берем. Вот тогда мы берем этого человека в штат, для того, чтобы дальше начало продвижение. Так вот, Нелли, почему она представительство, в том числе, скажем, регулирует, весь документ оборот, то есть мы обучаем, с Виктором Гом, как делать деньги, открыв представительство, потому что любое представительство можно открыть и в течение, ну, максимум, двух-трех месяцев уже, пускай при худших состояниях, да, полгода, год, сделать окупаемость, то есть это, грубо говоря, инвестиционные вложения, если считать, примерно на уровне 1000% годового дохода, 100% годового дохода, да, а если за два месяца окупаемость идет, то это 600% годового дохода, ну, чтобы вы понимали. И вот документы оборот весь, Нелли будет, потому что она прошла путь от человека, который проводил опросы общественного мнения, то есть это менеджеры по так называемому менеджер-промоутер, агент-промоутер, она сама стояла, проводила эти опросы общественного мнения, она знает, как это делать, с какой документ оборот должен вестись, потом она стала руководителем, менеджером в регионе, и сегодня она, скажем, курирует многих менеджеров, потому что она четко знает процентов, статистику, как идет работа, и особенно, как и новые люди, хотя представителями, да, ведь очень много приходит людей, которых вы можете ждать в штат потом к себе, да, и платить им зарплату, и они вас просто разведут на деньги, скажем так, да, и Нелли, кстати, тоже знает, как это все происходит, поэтому, чтобы не произошло этого, чтобы люди, которые хотят стать представителями, чтобы уже четко получали системность в работе, как нужно выстроить систему, чтобы, ну, максимум 3-4 месяца прошла окупаемость свободных средств, и человек начал получать прибыль с этого представительства, которое он покупает. В данном случае, вот Нелли будет курировать этот вопрос, она курирует сегодня вопрос образования, то есть, я имею в виду проверка домашних заданий, статистика, кто выполняет домашние задания, я ей поручил, чтобы она просматривала всех людей, которые обучились у нас, и меня порадовали, конечно, результаты очень сильно, потому что люди, которые пришли на обучение в мастер-профи, обучение, они, скажем так, делали всего лишь одну шестую часть объема, от всего объема компании на январь месяц, а вот после обучения они делают 35% объема, всего объема компании, что, дорогие друзья, я считаю, что мастер-профи прошел у нас просто великолепно, ну, естественно, вот эта статистика, и все цифры, все выполнения домашних заданий, то, насколько отлично выполняет, кто какие объемы произвел в увеличении, естественно, благодаря вот Нелли Шеремете все это мы получаем. Естественно, сейчас мы готовим замену по образованию, там мы возьмем наверное человека, то сейчас будет вторая группа с 4 июня у нас набранная, уже люди оплатили, и будем проходить обучение именно по мастер-профи, и там вот Нелли будет курировать и помогать новому человеку, который сейчас будет, скажем, проверять домашние задания и все делать, то, что по образованию, тестированию, можно сказать, образования, специального образования, потому что это не общее образование, специальное, это вот, конечно, Нелли делает, конечно, это большая помощь, скажу вам сразу. И, дорогие друзья, я сейчас дам слово, я не буду давать сегодня слово Игорю Корсуну, потому что у нас уже время, конечно, лимит, я дам слово Татьяне Осиповой и Игорю Романенко. Ну, скажу следующее, что Татьяна Осипова работает с нами ну, наверное, уже чуть больше года, просто как менеджер, оператор, которому звонят по срочным делам, и Татьяна решала все эти вопросы. Но в апреле, нет, в октябре этого года я принял решение, потому что мне понравилось, как работает Татьяна, как она отзывчива, чтобы она возглавила службу поддержки и чтобы службу поддержки вышли на абсолютно новый уровень. Вот многие вопросы, которые вы сейчас пишете, это здорово, но вы должны решать, дорогие друзья, в первую очередь, Татьяна Иосипова. Татьяна, ты здесь или нет? Тань? Если здесь, то включайся. Ага, есть, отлично. Тогда вот я хочу сказать, что, дорогие друзья, вот все вопросы, которые у вас есть, если вдруг служба поддержки каким-то образом вас там отфутболила, да, вы как многие пишут мне, я всегда пишу, пишите, пожалуйста, чтобы вас соединили с руководителем службы поддержки, Татьяна Иосипова. Она решает все нерешаемые вопросы, потому что вот все вопросы, которые мне писали и говорят, Андрей Федорович, решите этот вопрос, все эти вопросы решаются. Вот сейчас мне написали там вопрос по ПО Евразии, да, ребят, но есть ответы на эти вопросы, почему вам не нервировали до сих пор деньги, потому что, ну, то есть это все ответит вам служба поддержки, если она не может, тогда вы обращаетесь к Татьюне Иосипову и она поможет вам решить все вопросы, которые необходимо решить. Тать, тебе тогда слово, вкратце, да, я потом передаю Игорь Роману. Да, благодарю, Андрей, очень приятно, я хочу поблагодарить в пользу с моментом, во-первых, свою команду, и мне очень приятно, что у меня выпала такая миссия работать в этом фонде, потому что действительно мы строим великое будущее. Я скажу несколько слов, да, о наших целях. Ну, всех приветствую, всем доброго дня. Создан центр поддержки для того, чтобы конструктивно, обоюдно и быстро решать ту проблему, которая возникла у обратившегося к нам клиента. Но только поймите, в рамках условий фонда, которые прописываются и на почте, и в личном кабинете, прошу обращать на это тоже внимание. Также цель у нас помогать клиентам, партнерам разобраться в работе личного кабинета, потому что вся абсолютная информация находится там. И чтобы вы потом могли помочь своему человеку, в том числе, разбираться также и в структуре, и в построении и вообще в бизнесе, и во всей информации. Также хочу пожелать вам, чтобы вы проверяли, пожалуйста, реферальные ссылки, особенно. Я хочу обратить лидеров на это внимание. Когда люди зарегистрировались, смотрите, пожалуйста, свои структуры, помогайте людям просматривать, кто их персональный консультант. Это очень важно, дабы избежать потом последствий неприятных. Вы знаете, наш фонд развивается очень стремительно, это очень приятно, выходит на новый уровень развития, поэтому мы все делаем для того, чтобы центр поддержки работы с клиентами был на высочайшем уровне. Много было проведено работы за последние месяцы, внутри коллектива, центра поддержки, его преобразование, усовершенствование, качество обслуживания. Я хочу сказать, что никто из клиентов еще не оставлен без решения какой-либо задачи. Все выполняется и с помощью наших уважаемых программистов. Им огромная благодарность. Есть планы на ближайшие месяцы создать полноценную работу английской поддержки, так как мы работаем со всем миром, вы это прекрасно знаете. Внедрить новые элементы обслуживания клиентов, чтобы позволяло нам с вами держать качественную связь и проводить работу более быстро и профессионально. Вы знаете, мне хочется пожелать, чтобы каждый из вас осознанно подходил к работе и задавал правильно вопросы, потому что каждый человек, каждый сотрудник нашей центра поддержки очень ответственно относится к работе. все являются также партнерами, инвесторами. И, конечно же, мне хочется пожелать вам осознанных инвесторов в вашей структуре. И также пригласить на мероприятие, которое у нас будет в Минске и в Москве. Всех тех, кто профессионально строить хочет бизнес и менять свое настоящее будущее, у вас есть такая возможность еще присоединиться к нам. В общем-то, я всех еще раз благодарю. Всего вам доброго. Обращайтесь, конечно. Мы все ваши вопросы будем решать. эволюционно, конструктивно и в полной мере что в наших силах. Всего вам доброго. До встречи в Москве и Минске. Я передаю слово. Благодарю, Татьяна. Я хочу сказать, что, конечно, за вредное, знаете, раньше молоко давали. Вот, наверное, из службы поддержки нужно молоко, талоны на молоко давать, потому что у них очень вредная работа. мне не один раз писали партнеры, но, вы знаете, я негатив отрабатываю уже лет 15, знаю, как отрабатывать негатив, когда люди пишут. Но когда начинаешь разбираться, то человек начинает негатив нести. А потом ты вдруг разбираешься, что оказывается, он сам виноват. И он кнопку не нажал, скажем так, да, вот нажал не ту кнопку, сделал какую-то ошибку. А потом с наездами на весь фон, что вы мне должны, блин, что это за фигня. Ну, ребята, вот если вы это сделали, то у меня большая просьба, ну, скажите, ну, блин, вот протупил я, нажал кнопку, ну, можете мне что-то сделать. Я прошу вас, мне что-то сделать. Не без претензий, потому что я люблю разговаривать с людьми, которые не через претензии со мной разговаривают, а через, ну, скажем, конструктивную работу. Если ты вдруг ошибку сделал, то, ну, признай, что ну, сделал ошибку, у вас что, кто-то будет за это ругать. Ну, мы поможем, чем сможем, конечно же, поможем. Ну, когда вот так вот пишут с такими наездами, ну, иногда мне хочется послать нафиг и сказать, ну, ребята, ну, научитесь, ну, тут выяснили, ты сделал ошибку, и ты еще нам тут пишешь такие вот вещи. Естественно, вот Татьяна Осипова разруливает все эти ситуации, и поэтому еще раз хочу сказать, что если вдруг служба поддержки не решает вопрос, обращайтесь напрямую к Татьяне Осиповой и попросите, чтобы она помогла вам решить все эти вопросы. Ну, и подходим, конечно же, к финансовому нашему результату, это самый главный результат и план, который, я озвучу потом планы и последние новости, которые очень интересные, хочу сказать. Настолько интересные, что, ну, я не знаю, вот краудинвестингу скоро в корневой компании, наверное, вход будет уже закрыт именно народным инвестициям. Поэтому это после финансовых новостей, Игорь Аманенко, ты здесь, сейчас финансовый, скажем, отчет за май месяц, ну, за апрель месяц, за апрель, за май-минюнник с вами прочитаемся перед вами. Так, как тебе дать рабочий экран? Я возьму самого, да, благодарю, Андрей. Да, приветствую всех. Я по финансовому отделу хотел сказать, что финансовый отдел занимается многим. Основное это перечисление денежных средств внутри фонда полностью и перевод конструктивных бюро в заостроенные технологии. То есть, это основное, чем занимается, основная обязанность для меня. Чем я сейчас занимаюсь? Помимо этого, финансовый отдел сейчас занимается составлением финансового плана, планированием доходов и расходов, дорогие друзья, и особенно контроль за его исполнением. Плюс также оптимизация денежных потоков, потому что приходит больших денежных средств, его нужно грамотно распределять. Помните, четвертое правило частного инвестора, они все являются в одной кладине, поэтому здесь мы его используем. Обязательно нельзя держать все денежные средства в одном банке, потому что были моменты, когда служба безопасности от одного банка блокировала счета, а потом приходилось разбираться, поэтому все равномерно распределяем и постепенно переводим денежные средства в Турцовское бюро. В мае месяце мы наладили совместно с Юроотделом новую схему по переводу денежных средств, она более быстрая и правильная, поэтому это одна из заслуг совместно финоделы и юроотдела. И сейчас я возьму экран. Игорь, а попробуй мне дать экран? Что-то у меня не получается. Экран здесь? А там Николай есть. Все, благодарю, получилось. Отлично. По отчету по финоделу могу сказать, что за этот период времени, начиная с 2016 года, мы перевели более 1 миллиона 200 тысяч долларов в конструкцию бюро, то есть это с учетом уже, если считать, май месяц, были подключены банковские карты, то есть это тоже увеличило оборот примерно на 20-25 процентов самого фонда. Давно ждали, были проблемы, но мы сделали, сейчас отлично работают. Основные страны мы подключили, если где-то нужно подключить еще, вы можете написать в техподдержку с просьбой подключить какую-то страну, и мы подключим эту страну к банковским картам. Основные страны мы подключили. Итак, по проценту роста, то есть по отчету, секундочку, по объему инвестиций фонда Skyway Invest Group, дорогие друзья, помесячно, то есть я хочу сказать, что фонд Skyway Invest Group растет, растет пятый месяц подряд, но начиная с этого года, мы видим сейчас, вы видите на ваших экранах, за инвайт мы выросли на 23%, за февраль мы выросли практически на 50%, был хороший существенный рост, обычно после существенного роста идет падение, но ничего подобного не было в марте месяц, мы еще выросли на 17%, а после роста в март мы еще увеличили в апреле на 20%, это действительно такая тенденция, действительно показывает, что именно фундаментально, фундаментально фонд Skyway Invest Group идет правильно, действительно внутри идут объемы, то есть идет работа правильная. правильно выстроена, благодаря приходу новых людей, в результате мы видим рост, но не каждая компания, могу сказать, может показать рост, показывать рост 5 месяцев подряд, обычно идет спад, потом подъем, потом спад, здесь очень отличный результат. И в апреле месяце, дорогие друзья, мы стали компанией миллионером, то есть мы сделали миллионный оборот, мы к этому, это наша первая цель, она не основная, но мы ее сделали, это было очень приятно, когда мы ее сделали в апреле месяце, то есть наш объем по структуре составил более миллиона долларов. На следующем слайде количество наших регистраций в фонде, здесь вы видите, у нас практически 170 тысяч, но вот я сегодня подсчитывал, более 170 тысяч у нас уже регистраций с момента создания фонда, и вот в апреле месяце более 6 тысяч регистраций. Регистраций немного, но могу сказать, что если сравнить с количеством инвесторов, надеюсь у вас у всех слайды пристаются, если что пишите, то в апреле месяце новых инвесторов у нас практически 2000 новых инвесторов пришло в фонд, а это если взять конверсию из регистраций в инвесторах, это более 30%. Любой инфобизнесмен вам скажет, что конверсия более 30% это вообще шикарный результат, так оно и есть. Регистраций немного, зато у нас количество инвесторов, то есть именно конверсия более 30%, но это считаю отличный результат. Так вот, по итогам конверсии, количество новых инвесторов 1970 в апреле и всего с момента создания фонда уже более 30 тысяч привлеченных инвесторов в фонд Skyway Invest Group. В апреле 2016 года, дорогие друзья, фонд Skyway Invest Group стал компанией с миллионным оборотом и в результате мы перевели в конструкторское бюро более 406 тысяч долларов, но это не считая то, что у нас еще было переведено 330 тысяч, это крупным инвесторам, итого, мы перевели более 700 тысяч американских долларов в эквиваленте в конструкторское бюро. Я могу сказать, что мы никогда не переводили так много в конструкторское бюро, то есть у нас рост идет по всем фазам, по всем направлениям, как и по переводу денежных средств, так и по приходу денежных средств, это действительно заслуга фонда, и это очень приятно констатировать, но также подключены банковские карты. Банковские карты мы подключили, кстати, в марте месяца, наконец-то, и у нас у нас отличный партнер по банковским картам, то есть это уже надолго. То есть апрель месяца в итоге, подводя итог, апрель 2016 года стал рекордным по объему инвестиций вместе с бонусным счетом, потому что у нас есть объемная структура, есть объем чистых денежных средств, пришедший на платежные системы и банковские счета фонда Света. То есть в апреле, апрель был самый рекордный как по объему инвестиций на расчетные счета, так и по структуре дорогие друзья. Апрель 2016 года стал тоже самым большим с момента этого года, то есть за 4 месяца у нас самое большое количество новых инвесторов фонда Skyway Invest Group. То есть декабрь был рекордным вообще за все время создания фонда, но после этого мы апрель месяц показал наибольший рекорд с этого периода. Идем дальше. Что еще хочу сказать, что у нас уже очень скоро Минск, Минск 21-22 мая, весь детский состав туда едет и там, конечно, будет очень эксклюзивная информация, там вы узнаете действительно, что такое новый технологический уклад и узнаете про будущее, действительно, будущее и видение Skyway. И 27-29 мая будут яханты курорт, действительно, будет приятно пообщаться, посидеть, самое главное получить новые знания, потому что там будет действительно тренинг. На тренинги я всегда любил приходить и в Академии частного инвестора еще в 2013 году я понял, что одна из самых выгодных инвестиций это инвестиции в себя, свое образование. Поэтому я рекомендую быть именно в яхантах и получить образование. Лично я для себя это принял и помню в 2013 году у меня инвестиции только в образование более 1000% принесли. потому что неважно кризисы то, что ты вложил в себя ты все не потеряешь деньги. А сейчас к сожалению вся финансовая экономическая политика мира направлена на то чтобы вы чтобы люди брали кредиты. Это не очень хорошо, поэтому помимо этого я еще занимаюсь образованием то есть финнадел занимается образованием у нас проходит вебинар по средам действительно там идет просвещение финансовой инвестиционной грамотности. На этом все дорогие друзья благодарю за внимание до встречи в Минске и в Москве. Благодарю Игорь можно дать мне экран Николай. Хочу сказать дорогие друзья что действительно это победа и по поводу крупных инвесторов все крупные инвесторы у нас договорены с интернетом очень низким свыше 100 тысяч если приходит инвестор он должен приходить напрямую в компанию поэтому все крупные инвесторы приходят напрямую в компанию и мы как фонд подписываем с компанией агентский договор и по этому агентскому договору там идут комиссионные вознаграждения очень маленькие по сравнению с тем что идут краудинвестинги то есть намного меньше скажем так намного меньше но тем не менее мы работаем еще и на общую цель чтобы быстрее это все реализовать так как крупные инвесторы приходят он должен вносить деньги напрямую чтобы он работал напрямую с компанией и вот ребята крупные инвесторы сейчас приезжали почему наш Максим Кофеяк скажем геродел особенно международник он находится в Минске для того чтобы скажем при других заключениях договоров которые могут быть чтобы были учтены некоторые нюансы именно и нас как акционеров всех мелких акционеров потому что вы знаете что мы как мелкие акционеры не имеем права голосовать в компании но зато мы имеем право на кримулированные акции то есть это гарантированно дивиденды 20% от дохода компании а вот крупный инвестор когда приходит естественно он уже входит в зависимости какая сумма но он входит уже в другой акционер то есть он не будет претендовать на дивиденды но зато он будет иметь право голоса вот эти нюансы конечно же нам нужно было учесть и к чему это говорю дорогие друзья что наступает вот этот год и особенно с летом одна из тем на что ожидает нас Виктор ну летом скажу сразу вот в Верхонтах в Подмосковье где будет тренинг трехдневный наш с Виктором и всей нашей командой мы будем давать тренинги в разных направлениях то есть направлении где брать инвесторов откуда привлекать этих инвесторов как этих инвесторов формировать как находить крупных инвесторов как с ними навести переговоры что необходимо говорить какие знания необходимо обладать потому что хочу сказать сразу ребят что если вы многие хотят привлекать к крупных инвесторов но не понимают вообще вопросов хотя бы основах инвестирования то крупного инвестора вам практически не привлечь поэтому необходимо понимать основы инвестирования почему вот Игорь Романенко он не только в финнодел возглавляет но еще в образовании ведет тренинги по инвестированию. И с сентября месяца у нас будут онлайн обучения, потом с поддержкой в оффлайне с одной сессией именно готовить будем профессиональных инвестиционных консультантов, которые смогут работать именно с крупными инвесторами, фондами, брокерскими компаниями и так далее. Потому что это нужно очень правильно уметь говорить, потому что очень правильно уметь, как пример приведу, я общался с одной пенсионной компанией и менеджер, который составляет портфель для инвестиционного пенсионного фонда, страховой фонд, но который создает пенсионные накопления. Когда я посмотрел их портфель, ребят, я просто смеялся, я просто смеялся, я говорю, блин, а кто портфель создавал? А говорят, ну вот у нас эксперт, специалист, имеет там степень чуть ли не бакалавра, там финансы, инвестиции. Я посмотрел на портфель, но, ребят, это смешно, у нас ученики после, в академии, когда у нас тренинг был 8 курсов базы обучения частного инвестора, а потом 12 курсов это стало. У нас даже плохие ученики, один из плохих учеников такой был блогер, забыл уже как его зовут, Миша, Миша обучался. Вот даже он портфель лучше составлял, чем эти эксперты страховых фондов. Скажу то, что лично я видел. Поэтому наши инвестиционные консультанты, когда я показал как балансируется в портфеле, как вообще стратегия инвестирования идет, они говорят, а ты где обучался? В Оксфорд, или Гарвард? Нет, не Оксфорд, не Гарвард, 15 лет опыта и практики. Вот это да, они сразу говорят, может ты к нам в компанию придешь работать, а потом, может, консультант, потом будешь и так далее. Так вот, я к чему это говорю, ребята, когда вы обладаете такими знаниями в инвестиционных стратегиях, в создании инвестиционных портфелей, то, ребята, вас будут слушать, вас с вами будут хотеть работать, будут хотеть потом давать вам деньги в управление, чтобы управлять на себя, ну и так далее. Поэтому, дорогие друзья, это очень важный момент, и почему мы называемся образовательно-инвестиционный проект. Потому что, в первую очередь, я ставлю в угол, да, вот, скажем, проигольный такой вот, скажем, треугольник, это образование. Потому что, если не будет образование, если люди не будут просвещенные, и, к примеру, вы сегодня имеете 10 миллионов акций с Кривы, завтра эти акции будут стоить, не знаю, там по 100 долларов, да, и у вас будет там, грубо говоря, 1 миллиард долларов. Если человек не имеет знания, как сохранять и приумножать свои капиталы, он быстренько потеряет эти деньги. Не он, так его семья потеряет, его дети вырастут и потеряют деньги. Как это вот происходило в истории многих-многих поколений, которые дедушка заработал миллионы, а внуки все как бы охерили. Так вот, это очень важно. Ну и вот в заключении, я хочу сказать, что, не заключение, а вот именно этого раздела, что, дорогие друзья, сейчас в лето мы будем создавать, я это называл так называемые бригады, да, десантные бригады. Почему десанты? Потому что у нас будут созданы некоторые группы, которые будут приезжать в регион и формировать объемы и потом работу с чиновниками для того, чтобы создавать адресные проекты в этих городах и, скажем, ну, можно сказать так, делать шум в этом городе и работать сразу со всеми направлениями, как по привлечению инвестиций, так и по стратегии реализации адресного проекта, вовлекая огромное количество предприятий для того, чтобы этот проект реализовался. Потому что, еще раз хочу сказать, дорогие друзья, цель нашего фонда «Скаверинвестгрупп» – это инициация многих адресных проектов. Мы заключали договор изначально 4 сентября 2014 года с Натальей Борщининским, что мы не только хотим финансировать Техотехнопарк, но еще и инициировать адресные проекты и в протоколе января 2015 года, вернее, не января, а апреля 2015 года, мы подписали протокол, что мы хотим инициировать более 100 тысяч километров дорог по России, более 30 тысяч километров по Украине и более 30 тысяч километров по Европе с целью, главная наша цель, чтобы мы как акционеры во все адресные проекты, которые мы, по крайней мере, инициировали, чтобы уходили минимум на 25 процентов, а в некоторых, может быть, мы как акционеры корневой компании на 50, а может быть на 60 процентов будет уходить для того, чтобы наши дивиденды в будущем и наши активы стоили гораздо больше и дивиденды были очень большими. Вот это основная, дорогие друзья, наша задача Skyway Invest Group. И вот если посмотреть структуру холдинга, я вкратце вам показываю, да, что мы как Skyway Invest Group, скажем, мы создаем компанию именно образовательную. Вот образовательный портал Евразия, он должен уже к июне месяце быть готов. Далее, вот группа компаний Transnet, пока это сегодня RusTransnet, UkurTransnet, Билл Transnet и Global Transnet UK, где вы можете увидеть, что 40 процентов это Transnet относится, а 60 процентов это уже относится к компанию. То есть, и с вами 4 процента, и 56 процентов компаний, акционерами, которыми мы являемся. Задача по Евразии – это создание целевых программ, которые будут в будущем финансировать эти адресные проекты. То есть, и естественно, это все вот под маркой Свик, где мы это, естественно, и позиционируемся, и хотим выстраивать, и уже сегодня это выстраиваем, и все это уже все будет делается. И какая задача у вас конвертации? Если мы говорили, что много конвертаций вам нужно было перейти, как говорил Максим, то сегодня РС Холдинг мы напрямую будем передавать, и мы уже все решили, я думаю, где-то к середине июня уже будет готово, где в личном кабинете у вас будет выписка из реестра акционеров, где вы сможете в личном кабинете заказать себе акции Skyway, хотите заказать выписку от реестра держателя, без проблем сможете заказать выписку от реестра держателя, только это будет стоить дополнительно 150 евро, если не ошибаюсь, и это будет у вас выписка от реестра держателя, то есть независимый реестр держателя, то есть не просто выписка из реестра акционеров компании, а самой компании, а еще от реестра держателя. Вот это вот структура холдинга и как мы взаимодействуем. И вопрос, вот видите стрелочки, идет напрямую в SWIFT, то есть Global Transport Investment, где находится корневая технология, оцененная в 400 миллиардов долларов, это 400 миллиардов акций. У нас есть резервный фонд, в ближайшее время тоже по этому резервному фонду вы сможете видеть в разделе «Портфель» сумма акций резервного фонда и каким образом она растет, либо падает, скажем, именно количество акций и одна из задач создания резервного фонда именно в акциях, это довести более чем 1 миллиард акций. Что это означает для многих инвесторов, дорогие друзья, которые ввести через SKW и MSG, это означает, что когда акции мы хотим по протоколу, который мы озвучили, мы озвучили этот протокол, он был там выдан, этот протокол составил, что довести, когда будет уже цена на акции в 100 долларов, то фактически это будет 100 миллиардов долларов. То есть эти деньги распределяются среди всех инвесторов и сотрудников и партнеров SKW и MSG в пропорциональном соотношении, кто какую работу сделал. Если это определенное количество, допустим, акций и среди инвесторов, значит это среди инвесторов. Если среди партнеров, которые делают очень хорошую работу среди партнеров, среди сотрудников, значит среди сотрудников. Если вы являетесь и партнером, и инвестором, то есть у вас будут две выгоды получения, скажем, это не дивиденды даже, дорогие друзья, это получение этой плиты. То есть вот в таком плане. И все, кто работает сегодня в фонде, я хочу сказать, что даже юродел, вот вы от Ирины слышали, да, они юродел, но не занимаются еще структурой, потому что Ирина Ральцева, она еще представительство в Украине, да, то есть она содержит представительство и отвечает за всю Украину. Если это, скажем, тот же Максим Гафиак, он также привлекает людей. В Крыму, помню, проведение мероприятия было, я опускаюсь, а Максим сидит с администратором гостиницы и уже ее мотивирует на то, чтобы она стала акцентной. Ну поймите, что мы все не просто там работаем, но еще и привлекаем людей. Мы не просто, говорит, сидим и пройдаем деньги фонда, скажем так, которые платят за плат, но мы еще и все привлекаем в фонд огромное количество инвесторов в инвестиции. Вот в таком плане. Ну и, дорогие друзья, самое интересное в заключении это новости, да, ну все вы знаете, Игорь говорил эту сумму, да, 330 тысяч, переведено средств сейчас от крупного инвестора. Познакомиться с этим инвестором действительно так смешно благодаря моей собачке, которая в Таиланде, там мы бегали и у него тоже такая же собачка, только кобелек, да, и хочет свистеть. И мы познакомились и этот человек буквально там, когда на пробежке мы с ним были, буквально там через полчаса сказал, это все, я готов там поддержать проект, хочу поддержать все, сколько там денег надо. Ну и мгновенно он принял решение там, что он будет поддерживать. И потом мы заключили договор с ним. Сейчас была немножко реструктуризация этого договора, продление до, ну, дату уничтожили, но договор был заключен на миллионы долларов, не буду озвучивать сейчас сумму, я ее уже озвучивал когда-то в интернете. И это первые такие ласточки, которые сейчас приходят, друзья. У нас ведутся сейчас переговоры еще с некоторыми кондами, не буду опять же озвучивать, и опять попросил этот инвестор не называть пока его имя, фамилию, потому что, знаете, я сказал такую фразу, деньги любят тишину. Он говорит, давайте мы когда все это закроем, тогда, скажем, профинансируем, когда экотехнопарк будет готов, мы начнем адресные проекты уже двигать, он, кстати, очень активно хочет лоббировать вопросы с адресными проектами, помогать именно в реализации адресных проектов. Он говорит, вот тогда, говорит, мы будем светиться, а сейчас, говорит, он его нахрен не нужен. Так вот, дорогие друзья, к чему я говорю, что мы работаем, мы встречаемся с людьми, мы делаем очень хорошие объемы и, естественно, отправляем их напрямую в компанию. Но помните, я уже говорил это, кто помнит, в прошлом году, полгода назад я говорил, что мы, почему возможности мы под видом называемся, возможности, которые бывают раз в сто лет. Вот, дорогие друзья, вот первый такой момент, уже с июня месяца, то, что идет на акцион еще для партнеров, 50 процентов этих денег, вернее, не денег, а акций, только будет засчитываться. Например, если ваш инвестор купил, к примеру, 100 тысяч акций, то вам сегодня начисляется 15 тысяч акций, как бонус. Вот с первого июня, мало того, что меняется дисконт, и чтобы вы понимали, что идет изменение дисконта, и дисконт изменится примерно, вот если сегодня максимальный дисконт, если не ошибаюсь, 500, то после изменения дисконта уже будет максимальный дисконт, если не ошибаюсь, это 400, при условии, что инвестор приходит на 150 тысяч долларов. А если максимальный дисконт, например, тысяча долларов, или еще сколько-то, это максимальный дисконт будет на уровне 150-200 на этом акций. Это седьмой этап, в который мы входим. И вот при вхождении в седьмой этап, что необходимо понимать нам всем, дорогие друзья, сейчас я хочу вам показать просто, этот вирус поймал, я хочу показать вам в личном кабинете, что у вас есть возможность у многих в личном кабинете во вклады. Сейчас уже наши все это сделали. Посади дерево. То есть есть посади дерево рассрочка, есть посади дерево, есть аиписпецдисконт. Так вот, есть посади дерево акция. И все, кто собирается сегодня, вот есть стоимость по номиналу, текущая стоимость 50 тысяч долларов, эксклюзивные, да, потом есть 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, полторы тысячи долларов инвестиции, тысяча долларов, 750-500 долларов. То есть когда вы можете купить, скажем, акцию посади дерево, и будет на этом дереве ваше имя. Но я хочу сказать, что когда появилась эта акция в прошлом году, я один из первых, кто оплатил, я когда оплатил, потом звонили с Надеждой Косовой, а я говорю, вот я оплатил, говорит, да, мы видим, говорит, первый крупный. То есть я оплатил, если не ошибаюсь, у меня там самое было крупное на полторы тысячи, кажется, долларов. Вот я тогда оплатил за полторы тысячи долларов акцию посади дерево. Поэтому, дорогие друзья, появилась такая, у нас давно спрашивали, а будет ли такая акция посади дерево? Вот, дорогие друзья, эта акция уже появилась. Поэтому воспользуйтесь обязательно этим. Еще очень важный момент, чтобы вы понимали, что дисконт когда изменится, и сейчас приходит все больше и больше крупных инвесторов, то вполне вероятно, что осенью у нас, ну, вполне вероятно, что мы будем каждый период, вот если сейчас каждый период у нас длится примерно по 3-4 месяца, ну, с помощью народных инвестиций, то это все изменится с приходом крупных инвесторов. Может быть такое, что периоды и этапы, кстати, вот кто еще не знает, где находятся периоды и этапы, дорогие друзья. Вот посмотрите на главной странице, вернее на главной странице, в разделе SkyWay, вот сейчас я показываю вам сайт, да, и в разделе SkyWay. Да, изменилось. Вот в разделе SkyWay я сейчас вам показываю, да, познакомьтесь с 15 этапами развития компании RSI System. Вот видите, я сейчас вот кликаю ее, она открывается. Вот это этапы развития группы компании. Это, кстати, новое. Вылезли в фунтах, то сейчас вот я видел, что у нас в фунтах и говорю, а что у нас в фунтах? Вот первый этап, второй этап, изменилось, да, Николай, видно этапы компании? Да, есть. Вот смотрите, шестой этап, декабрь-май 2016, видите, 6 миллиардов акций дисконтом 1,150-1,500. Сегодня максимальный дисконт там 1,500, да, то в седьмой этап максимальный дисконт будет 1,150-1,400, это при условии там от 100 долларов, а там где 10 долларов, то там будет естественно еще меньше дисконт, то есть он будет примерно в половину уменьшиться, чем есть сегодня у нас. И что это означает, да, вот смотрите, вот самый интересный момент по капитализации, ориентировочная стоимость рабочей документации на грузовой Skyway комплекс в случае продажи документации на мировом рынке без строительства тестового участка это 200 миллионов долларов. Ну, чтобы вы понимали, дорогие друзья, да, что сегодня профинансировано где-то около 15 миллионов долларов за все время, а стоимость этой только документации грузовой, которая должна за шестой этап сделать, за седьмой этап сделать, будет стоить 200 миллионов долларов. То есть так, почти в десять раз там, ну в восемь раз скопить, да, то есть понимаете, да, что мы финансируем. А вот когда восьмой этап, это 15 миллионов долларов мы должны приближить за только седьмой этап. Ну, хочу сказать, что один из тех крупных инвесторов, которые подписали контракт, он профинансирует, ну, скажем, хорошую сумму из этой суммы. Поэтому этапы могут быть, вот восьмой этап, если запланирован июль-октябрь, то может быть восьмой этап, вполне вероятно, будет и не в июле, а может быть настанет и в июне. И может быть закончится он не в октябре, а может быть закончится он в сентябре. Девятый этап может наступить уже, вот здесь вот вы видите, девятый этап сентябрь-декабрь, а девятый этап может быть наступит и не в сентябре, а может быть в августе. Все будет зависеть от того, как будут сейчас приходить к вашему инвестору. Поэтому, к чему я все говорю, дорогие друзья, я обращаюсь ко всем вам с просьбой, что пообщайтесь с теми людьми, которые на сегодняшний момент еще думают. Скажите, что, помните, вот есть фраза, ее сделали еще 2 года назад, где-то, может быть, найдите, кто-то вырезал эту фразу, что богатые, они и так станут богатыми. То есть богатый придет, не знаю, там 10 миллионов положит, 10 миллионов – это 5 миллиардов акций. 5 миллиардов акций после сертификации транспортной системы Экотехнопарка, то есть номинальная цена – это 5 миллиардов долларов. То есть он и так станет богатым, но возможность это бывает раз в 100 лет для простых людей, для простых граждан. Постарайтесь донести эту всю информацию, потому что этих возможностей больше у людей простых не будет. И они будут ездить потом на транспортной системе, естественно мы с вами будем получать дивиденды за то, что они ездят. Но богатые люди, они так станут богатыми, еще более богачи. Но пускай богатыми людьми сегодня станут вот эти простые граждане. Только за то, что они поддерживают проект, они получают 50 акций в подарок. 50 акций через 20-30 лет пенсию будут давать, то есть доходность по акциям будет больше, чем сегодня среднестатистическая пенсия в странах бывшей СНГ пенсии. Поэтому, дорогие друзья и те, кто сомневается, если я поставил эти плюсики в разделе «Questions». Кстати, по юбилейной монеты. Юбилейной монеты уже все, ее практически все продали. Компания осталась, но они сейчас снимают эту акцию, потому что юбилейные монеты все проданы. Кстати, я вам покажу юбилейную монету и что она дает. Она дает, если не ошибаюсь, Анатолий Дарвич говорил, 100 тысяч проездов. Вот у меня юбилейная монета со мной, видите, вот она. 1СВ, 1СВ, 1ЮНИТ, скажем так, золотой, один золотой. Так вот, я тоже купил монету, один из первых. Так вот, она дает 100 тысяч, даст обладателю этой монеты 100 тысяч километров проезда по всем дорогам SkyWay в будущем. Так вот, дорогие друзья, если вы действительно хотели бы поехать, то примите решение, как сказала Ольга, задайте себе вопрос, а что вам мешает. Потому что такого исторического момента в вашей жизни больше никогда не было. Вот представьте себе, это все равно, что 150 лет назад забивать костыль в первый километр железной дороги. Вот когда она начала тогда строиться. Либо в России, либо в Англии, либо в Америке, разницы нет, где она строилась. Ну, представьте себе, что тогда, когда строилась она, вот забивался первый костыль, и ваш бы прадед или прапрадед, он бы был на этом историческом мероприятии. Так вот, кто будет на этом историческом мероприятии сегодня? Это, представьте себе, первая опора, первая анкерная опора. Кстати, к этому времени уже, ну, вполне вероятно, мы уже увидим вторую анкерную опору, может быть, она не будет вся готова, но она уже будет строиться. Потому что, как говорил Анатолий Дорчевинский, на нее нужно там немного денег, там порядка 100 тысяч долларов. Эти деньги есть. По крайней мере, мой крупный инвестор прислал там несколько раз больше. Да и мы прислали за месяц, как Игорь сказал, там 400 с чем-то тысяч, мы прислали только живых денег. Анатолий Дорчевинский, хотя живых денег мы собрали только 700 с чем-то тысяч, то есть мы выслали гораздо больше. Так вот, дорогие друзья, что я хочу сказать, что это историческое мероприятие, которое никогда в вашей жизни не будет. Поэтому очень внимательно подумайте над этим и примите решение. Потому что, если вы действительно хотите, ну, скажем, кто особенно вот еще не знакомствует, да, я верю в этот проект. То есть от одного моего слова, вот почему мы, клиент, который проинвестировал сейчас сотни тысяч долларов, потом миллион проинвестирует, почему он быстро принял решение. Когда я ему сказал, мне это должен все изучить, он говорит, что изучать, я тебе верю. Потому что мне невозможно не поверить, скажем так, да. Но те люди, которые сомневаются, им нужно приехать и познакомиться с Анатолием Дорчевинским, познакомиться вот с этим проектом, увидеть воочию, сфотографироваться, прикоснуться, что мы это делаем. Я не хочу сейчас ругать некоторых конкурентов, но с Анатолием Дорчевинским, когда мы поговорили, то есть есть у нас конкуренты, одни ребята, да, и эти конкуренты показывали одно, как они хотят сделать, а сейчас сделали, еще и это не испытательный полигон, это даже там еще очень много времени, еще год они будут строить, но там они такую металлическую конструкцию сделали, а им говорят, а что же у вас на картинке одно было? А мы потом это сделаем, сейчас же у нас испытания будут, а потом мы вам покажем. А мы вот то, что на картинке у нас, вот это Анатолий Дорчев берет и строит, он показывает все, что на картинке, вот это мы и строим. Поэтому, дорогие друзья, это дорогого стоит и поэтому найдите все возможности для того, чтобы там быть. Ну и второе мероприятие для тех людей, которые хотят стать профессионалами и делать серьезный бизнес. Я обращаюсь к тем людям, которые хотят увеличить свои доходы за ближайшие 3-6 месяцев минимум в 10-20 раз. Вот кто среди тех, кто сейчас меня слышит, есть, я вам рекомендую подумать о 27 и 29 мая. То есть это первая международная бизнес-конференция партнеров СВИК. Где она находится? Где вы можете об этом прочитать более подробно? Она находится в разделе, если вы опять же на сайт вам назовете, вот здесь есть события. В событиях заходите и в этих событиях здесь написано 27 и 29 мая, 21 и 23 мая, Минск, Подмосковье. Почитайте и изучите вот эти события, дорогие друзья. Потому что, ну скажем так, у вас, скажем так, вот может быть в будущем вы станете даже очень богатыми людьми, богаче, чем я не знаю кто. Но вот эти мероприятия вы уже не сможете вернуть никогда. Вот вы знаете, всегда может быть можно, как некоторые говорят, можно купить акции Skyway даже если они будут по одному доллару. Да, можно будет. И будет по 10 долларов, по 100 долларов, можно будет всегда купить. Можно всегда, можно в бизнес войти, да, но пускай не сейчас, а когда уже будет действительно там нормально все отлажено, и прийти в адресные проекты продвигать, и прийти в бизнес потом. Да, можно. Но, дорогие друзья, вот этих возможностей, которые сегодня есть, их больше не будет. Возможности получить вот эти знания, эту, скажем, информацию, и научиться делать правильный бизнес больше никогда у вас этой возможности не будет. Я хочу в заключение моей сегодняшнего дня, причем к вопросам и ответам подойти, вам притчу одну рассказать, очень интересную. Однажды, где-то давно-давно, где-то на востоке, либо в Азии, один богатый человек шел по базару. И вот на этом рынке продавали много чего-то, материю, еду, одежду, но он на пригорке увидел небольшой магазинчик, который написан, лапка такая написана, продается все. Он, конечно, был очень удивлен, пошел в эту лапку, там стоят какие-то горшочки, какие-то бутылочки. И он говорит торговцу, говорит, торговец, вот в твоем магазине написано продается все. По-твоему, у тебя можно купить все? Он говорит, да, можно все. Он говорит, а как же купить счастье, купить успех, купить процветание, купить здоровье? На что торговец ему сказал, мы лишь продаем семена, но как эти семена взрастут, зависит только от тебя. Дорогие друзья, я хочу сказать следующее, что мы на этих мероприятиях, как в Минске, так и Москва, мы вам даем основу, которая может стать очень большой в вашей жизни, значимой. Но как это произойдет, это будет зависеть только от вас. Поэтому все решения принимайте только исключительно вы, как это все произойдет. Потому что для кого-то SkyWay и быть акционером SkyWay может стать очень знаковым мероприятием, а для кого-то, для того, как у меня есть такие инвесторы, которые не сильно крупные, но там они по 10-20 тысяч долларов инвестировали два года назад. Они ждут быстрее, пока эти акции будут по доллару, и продать свои акции. Но, как я сказал, я говорю, я первый у тебя куплю эти все акции. Потому что люди не видят дальнейшего перспектив развития. И потом, когда эти акции будут по 1000 долларов, у него сегодня миллионы акций, это потом будут миллиарды долларов, он говорит, блин, а я продал их где-то по миллиону долларов. Поэтому, дорогие друзья, не упускайте возможности, не упускайте шансы, которые могут представить для вас эти два акции. Ну а сейчас я приступаю к вопросам-ответам. Давайте немного по вопросам-ответам постараюсь ответить на все вопросы. Давайте пишите вопросы, а я поднимусь, прочитаю верхние вопросы. Ну, первый вопрос там по поводу Евразии был, что где же деньги еще в ноябре месяце переводили. Так пишу, вот иначе. Так, 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 так. Ну вот сразу, ИП кроме 6% платит пенсионный фонд в соцстрах. Ну, дорогие друзья, это максимум получается 1%, ну пускай будет не 6%, а 7%. Но это гораздо меньше, чем 13%. Это я сразу за юристов отвечу. А если в Украине, так там 4%, кто в Украине. Вопрос от Галины Голубевой. Когда финансовая служба по Евразии качественно заработает, у меня взносы не зачислены с ноября 2015 года, покупка с 23 апреля у моего партнера, взносы и покупка не оформлены в кабинете с 23 апреля 2016 года. Обратитесь, пожалуйста, тогда к Игорю Романенко, потому что, ну скажем, я думаю, к нему надо обратиться. Но я хочу сказать следующее. Я общался с человеком, у нас около ста человек, у которых покупки не оформлены. И я лично занимался этим вопросом и спрашивал, задавал вопрос, говорю, Руслан, он контролирует этот вопрос, говорю, Руслан, почему у нас ста не оформлено? На что он сказал, говорит, что, поймите, дело в том, что по Евразии там такая штука, это не просто вам айф купить, а вы вступайте в целевую программу. Вступая в целевую программу, там есть документы оборот, которые на основе, скажем, это государственное положение Российской Федерации, при которой мы обязаны эти положения выполнять. И у вас вполне вероятно, либо не достает какого-то документа, либо еще чего-то. Поэтому обязательно свяжитесь и узнайте, почему вам, то есть не просто пишите, а голосом свяжитесь с Игорем Романенко, или кто этот ответственный, может быть, с Русланом Ягудиным, потому что он контролирует этот вопрос, чтобы у вас соединили с Русланом Ягудиным, чтобы он ответил и проверил, в чем проблема, почему у вас, может быть, это халатность, и о вас забыли, а может быть, у вас что-то не достает. Поэтому узнавайте все эти вопросы, и большая просьба вот ко мне в службу поддержки Татьяне Васиховой, вот эти вопросы, которые задают по Евразии, сделать как отдельным файлом, чтобы это были отдельным файлом, чтобы мы могли понимать. Хорошо, Татьяна? Поэтому сейчас я не отвечу на этот вопрос, почему, но когда я занимался… У нас есть таблица, мы отдельно, кто обращается к нам, мы всех заносим людей и решаем проблемы со всеми. Значит, не обращались люди, или, может быть, что-то действительно не достает. Обратитесь, пожалуйста, еще раз в центр поддержки, дорогие друзья, и дайте, пожалуйста, свои данные, мы проверим. Также здесь вот к вебинарной комнате претензию предъявляют, что не мог зайти, почему на английском языке и так далее, и так далее. Ну, дорогие друзья, мы можем в Мирополисе проводить, и, наверное, в следующий раз мы будем проводить в Мирополисе. Но сразу хочу сказать, в Мирополисе качество гораздо… там на русском языке все отлично, но там качество гораздо… А Мирополис считается одним из лучших, скажем, площадкой вебинарной в России. А Citrix, почему мы в Citrix? Я с ним работаю уже более четырех лет. Ну, дорогие друзья, чтобы вы понимали, вот этой комнатой пользуются BMW, Mercedes, авиакомпании, я забыл, какие-то европейские авиакомпании. Огромное количество банковских структур пользуются этой комнатой. То есть это достаточно серьезная, вот эта компания Citrix Go to Webinar, это достаточно серьезная, защищенная, скажем, такой класс, и у них усилители есть ощущение, что даже у человека интернет плохой, то его усилитель усиливает, чтобы ему качество связи было намного лучше. Поэтому мы и берем, так как мы международно проводим этот форум, а не только качество в России, поэтому мы и берем эту вебинарную комнату. Сразу хочу сказать, это мое решение было, к сожалению, сколько вебинарных комнат мы просмотрели, какие бы нам песни не пели, но когда мы проверяли вебинарные комнаты, они не соответствуют нашим требованиям. Как узнать КВЭДы и виды деятельности для Украины? Сербуленко Виталий, если правильно названо. Это обратитесь к Ирине Ральцевой, она вам подскажет, какие она консультирует полностью по Украине, какие КВЭДы вам нужно брать для того, чтобы оформиться. Поэтому, прежде чем оформиться ИП, обратитесь, пожалуйста, именно к Ирине Ральцевой или в ее службу. Есть помощники в Украине, она может быть оставить ей телефон, помощники свяжутся и расскажут вам, какие КВЭДы вам нужно брать. Нам просто ИП у ОСН 6%. Тогда такой КВЭД. Елена Барлагова, тоже хочу сказать, обратитесь в юридический отдел. Спасибо. 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 И департамент непосредственно. Если регистрироваться ИП, то нужно ближе к получению доходов. иначе нужно оплачивать взнос, независимо получил ты доход или нет. Татьяна написала. Да, совершенно верно. Если, посмотрите, у нас есть форма, когда вы получаете уже доходы и тогда, ну какие-то бонусы, да, и тогда, скажем так, у вас есть возможность, там есть такая простая на три месяца договор. Это уже более вопрос, юридический департамент у нас проводит раз в месяц, если не ошибаюсь, первая среда каждого месяца проводит юридический департамент. И вот он вам ответит более конкретно, но что я хочу сказать, да, что если у вас еще маленькие бонусы, ну совсем маленькие, да, так как мы работаем с ОКПЕЙ и нам на ОКПЕЙ приходят бонусы, то вы можете открыть счет в ОКПЕЙ и переводить в ОКПЕЙ куда вам угодно. То есть тогда вам не надо открываться нигде и так далее, и так далее. Но если вы уже начинаете зарабатывать больше 100 долларов в месяц, то я вас, ну, хочу настроить на то, чтобы вы уже открывали ОКПЕЙ. Ну до 100 долларов, там доход, если до 100 долларов, то у нас есть, я говорю, у нас есть ОКПЕЙ-система, на систему ОКПЕЙ приходят там со всего мира, поэтому, но это вам четко ответят, потому что можете сослаться, что Хабратов сказал так, вам четко ответят уже юродел по первой, первая среда каждого месяца. Так, Комсомольск на Амуре нас с мая объявили. Это, наверное, вы имеете в виду как представительство, наверное, да? Можно ли узнать подробнее о работе в контакт-центре, про который говорила Ольга Шантина? Оль, если можешь сказать более подробно по работе в контакт-центре. Ну, вкратце так вот, что за работа, с чем будет связано. Да, могу сказать, первое, что нужно будет, это изучить, естественно, информацию. Меня слышно? Да, да, слышно. Изучить информацию необходимо будет, плюс к этому, вы после того, как все узнали, проходите тестирование, задаете экзамен, так называемый, и изучаете именно сценарий беседы с клиентом. Принимаетесь в кол-менеджеры. Это означает, что вы будете работать с потенциальными инвесторами, и ваша задача будет регистрации новых инвесторов. После того, как вы показали свою эффективность в работе, у вас появляется возможность перейти на ступень выше, стать менеджером по продажам. То есть вы будете работать уже с клиентской базой Skyway Инвестору, с теми людьми, которые зарегистрированы. Когда вы показываете действительно достойные объемы и показываете, как вы можете работать с командой, то есть, например, уже будучи менеджером формируете свою команду, да, и других менеджеров приглашаете, то вы становитесь супервайзером. Естественно, нужно будет определенные условия для этого выполнить. Супервайзер – это человек, который руководит группой менеджеров как о холодной работе, так и о работе с клиентом. Дальше вы можете расти, естественно, до регионального уровня и до уровня страны, если вы находитесь не в России. Собственно, вот так вот просто все. Для того, чтобы получить подробную информацию, пожалуйста, обратитесь ко мне в Скайпе. Ольга Шентина все слит на логин без пробелов. Ш пишите как С и Эйч. Отправляете запрос, указываете, что хотите работать в отделе продаж, мы с вами будем общаться. Каждого рассматриваю индивидуально. Сразу говорю, что людей мы принимаем действительно настроенных на результат и требования будут серьезные предъявляться. поработать предлагаем полный рабочий день. И могу вам сказать сразу, что вначале вы можете попробовать, да, то есть испытать, так скажем, свои силы, поработать по договору на испытательном сроке и в дальнейшем принять уже решение о том, что вы хотите сотрудничать либо не хотите. И там уже дальше смотрим. Собственно, все. Андрей? Да, да. Еще вопрос. Переданные в колл-центр партнеры будут возвращены партнером. Да, Сергей? Будут возвращены партнером. На вашей совести это все будет, конечно. Благодарю. Я хочу сказать, что зарплаты у нас нет. Менеджеры по продажам у нас на комиссионах. Но мы предоставляем полностью схему работы, систему работы, в домашних условиях. Особенно, кто знает, может быть, есть инвалиды на игровидных колясках, либо люди ограниченные, но у них приятный голос, они могут работать по 8 часов на телефоне. То есть для них это возможности будут шикарные, потому что у них составлены сейчас так называемые журналы продаж, как работать. Но это она уже проведет со всеми беседу, покажет, как это все делается. Но очень интересная схема. Мы прошли, сейчас Ольга проходила обучение в одной организации, которая именно готовит таких продажников. Нам подготовили скрипты, книги продаж. Ольга сама адаптировала очень много. И статистика меня очень радует. Но хочу сказать, дорогие друзья, чтобы вы понимали по статистике, мы в среднем ориентируемся, что нам каждый зарегистрированный пользователь обходится по доллару. Даже среди партнеров, в среднем мы высчитывали, что он в среднем обходится по доллару. Но с Ольгиной схемой уже сейчас в тестировании у нас максимум 70 центов. Так это подтвержденность зарегистрированных пользователей. И с конверсией будет гораздо выше, потому что это целевой трафик, скажем так. Поэтому есть система работы. И хочу сказать, что при этой системе работы и комиссионах там будут достаточно высокие доходы. И самое главное, что вы будете специалистом и экспертом. Потому что Ольга готовит сейчас экспертов и специалистов именно по продажам. По продажам по телефону. Вот так. Но это все к Ольге. Обращайтесь, она уже вам расскажет. По поводу заключения договора на услуги какие-то. Александр Пасконин. Давайте посмотрим, что это за услуги в первую очередь. Насколько я помню, если посмотреть в профиле, то в заключении договоров должно было быть договорные документы. Договор оферты – это обязательный договор, потому что он всегда заключается, когда вы заходите на какой-либо сайт. Когда вы пользуетесь ресурсом Skyway Invest Group – это договор оферты. Он здесь описан. И договор оферты на консультационные услуги. То есть это, насколько я понимаю, если юродел подключится, правильно я понимаю или нет, я думаю, что, ну, у меня он заключен, это то, что вы можете быть как агентом и на законном основании, насколько я понимаю, получать комиссионы. Потому что у нас его не было, а я являюсь агентом компании, да, я, почему, вот смотрим, да, физический парад Андрея, заказчик имеющийся договор. Возвращение в заключении договор оферты на право получать информационно-консультационные услуги через приобретенные учащиеся на основные продукты. Ага, нет, это не агентский договор, это, получается, на то, что вы имеете право получать, именно приобретать образовательные инвестиционные программы. Так, клиентское соглашение, давление о рисках, терминология по принципу согласно обработке писанных данных, вот номинование документов, ссылка на документ, ссылка на документ есть. И еще будет один из документов, это для тех, кто работает, то есть те, которые, партнеры, здесь тоже должен быть партнерский договор, то есть его еще нет, но он скоро появится. Если, Игорь Курсун, ты здесь, скажи, а когда появится у нас партнерский договор еще? или тебе его не давали еще, Игорь, взял? Игорь Курсун, я вам сказал, что он будет поступать, ладонько, идем дальше. Поэтому, вот эти все вопросы будут хорошо, если вы подготовите их к юроделу. Хорошо? Это у нас Александр Пасконин задавал. Вот, Эльвира Юрий пишет. Я очень благодарна службе поддержки, они мне один раз очень помогли. Ну, видите, это здорово. Почему сейчас нельзя делать перевод через Киви? А, вот по поводу Киви, дорогие друзья, у нас была отключена услуга Киви, потому что там были некоторые неполадки. Сейчас мы уже давно, год ведем переговоры непосредственно с Киви и, по идее, мы должны подключиться к Киви. Но у меня вопросы, Игорь, Романин, наверное, тебе ответить на этот вопрос нужно, да? Почему у нас через Киви, с Киви, что там за проблема и когда подключится к Киви? Алло? Алло? А меня что, не слышно или слышно? Да-да, Игорь. Да-да. Мы им направили договор в сам Киви, то есть где-то от недели до двух, это сам Киви нам должно подключить эту услугу. Но мы еще работаем с Шонпэем, то есть в Шонпэем есть некоторые моменты, которые, в принципе, он работает, и там IT отдел, то какой-то момент должен сделать, и, в принципе, у нас ОНП может заработать еще. И там технические моменты. Поэтому где-то от недели до двух сейчас ведутся работы по этому направлению. неделя-две. Это все связано с… Игорь, тут еще вопрос, когда Прибалтику, в частности, в Латвию, когда подключат к карточкам? В Латвию мы можем подключить в понедельник, но дело в том, что у нас там банк есть, поэтому мы для разумности просто… Ну, карточками хотят оплачивать. Хорошо, в понедельник в Латвию подключим еще. Без проблем. Хорошо. Так, по поводу крупного инвестора, задали вопрос, от скольки тысяч. Смотрите, крупные инвесторы считаются от 100 тысяч долларов. То есть у нас договоренность с Анатольевичем Минским, что до 100 тысяч долларов инвесторы приходят в фонд, а свыше 100 тысяч долларов уже приходят напрямую в компанию. У нас есть агентский договор, и по агентскому договору мы работаем следующим образом, что, ну, скажем, ну, в общем, давайте, знаете, кто будет в Москве, я уже расскажу, потому что эти люди смогут быть агентами привлечения подключения инвесторов, тогда я уже расскажу нюансы, какие доходы их могут быть от привлечения подключения инвесторов. И хороший вопрос Ольга Шахладян. Андрей, если человек выплачивает рассрочку, то как будут начисляться бонусные акции 100% или 50%? Я не знаю точного ответа на этот вопрос, но я его задам Богудину Виктору. Но я предполагаю, что, наверное, 50%. То есть, если оплачивается, вот если он сейчас оплатит все до 1 июня, то вы получите все 100%. А если он будет дальше оплачивать, то, скорее всего, с них будет идти 50%. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, это так. Но я точно уточню, и мы отпишем. Хороший вопрос. Надо будет выяснить. Так, следующие вопросы у нас здесь. «Попытка оплатить взнос по Евразии через Сбербанк не из-за вероятности действия мошенников заблокировали карту. Для этого я заказал карту, через которую можно будет работать через интернет. Но пришлось снова писать заявление на разрешение открытия этой карты и оплатить через интернет. Жду подтверждения в месяц. Но по совету юриста попытался оплатить по Евразии взнос. Но в терминале не нашел по Евразии. Похоже, Сбербанк не признает это ПО». Вот это, кстати, интересный вопрос. Виктор Герасимов пишет. «У нас во всех терминалах Сбербанка есть оплата по Евразии. Поэтому я даже не знаю, почему нет. Игорь Романин, ты не знаешь ответ на этот вопрос? И, кстати, если это вдруг нас нету через Сбербанк. Мошенников заблокировали карту. Но я даже не знаю, почему. Дело в том, что с карты не идет оплата. Там же в Сбербанке идет наличными. Или вы хотели с карты, наверное, переслать, да? Я так понимаю. Кстати, Игорь, не знаешь ответ на этот вопрос? Надо будет Диме задать вопрос и проверить. Может быть, сходишь, проверишь. Нелли Шреметьева, кстати, тебе тоже задание. Это запиши в Сбербанк. Зайди. И я в Москве буду тоже проверить, есть мы там или нет. Потому что мы были там во всех терминалах Сбербанка. Ну, терминал, я имею в виду пополнение. Да, хорошо. Понятно. Проверим. Так. Будет ли СВИК компенсировать ИП и их платежи в пенсионный фонд? Не понял вопрос Сергей Дудкин. Не понял вообще вопрос. Андрей, могу ответить. Я скажу. Дело в том, что платежи в пенсионный фонд – это ваши пенсионные накопления. Это, по идее, ну, это вы платите для самих себя, для своего будущего, по законам государства, в котором вы находитесь. То есть фонд СВИК не обязан оплачивать ваши платежи в пенсионный фонд. Это часть вашей зарплаты. Вот. И еще хотел сказать Андрею по поводу договоров на сайте в личном кабинете. Значит, любой человек, кто регистрируется, он подписывает сначала клиентское соглашение, затем он, покупая образовательные инвестиционные программы, продукты, он подписывает агентский договор и договор оферты. В договоре оферты говорится об этих АИПах, о том, что компания предоставляет вам АИПы и что в них есть и на каких условиях. И второй договор агентский – это договор о том, что вы ищете клиентов для компании, то есть вы фактически строите структуру, за которую вы получаете вознаграждение. Вот это есть агентский договор. А, да, у нас есть все, я вижу, да. Планируется, значит, уже произведено обновление клиентского соглашения, оно пока не выложено еще на сайте, выносятся последние правки в связи с последними изменениями и новостями юридическими, которые у нас мы отслеживаем. В скорости вы получите новое клиентское соглашение обновленное и будут обновлены также договор оферты и агентский договор уже согласно совершенно новым реалиям, в которых мы находимся юридическим. Периодически, периодически, возможно, в будущем будут такие же обновления происходить в целях улучшения и оптимизации работы фонда в законодательном поле. То есть, соответственно, нашему с вами со всеми договору, клиентскому соглашению мы будем предупреждать о подобных обновлениях за пять рабочих дней до вступления их в силу. Вы будете видеть в личных кабинетах соответствующее письмо со ссылкой на этот договор или соглашение, в котором будут внесены изменения уже в новой редакции. То есть, вы сможете за пять дней до вступления в силу успеть ознакомиться с этим соглашением. Если у вас какие-то будут пожелания или замечания, вы сможете написать в силу поддержки. Может быть, в то время уже заработает форум, где будет также юридический чат. И вы сможете обратиться напрямую к представителям юридического отдела, где вам смогут дать или иные пояснения. Спасибо за внимание. Андрей. Благодарю. Хороший вопрос. Станислав Михно. Добрый день. Вы много говорите о разных преимуществах в плане доходности. Те же привилегированные акции, если инвестировать через СВИК. Сразу хочу сказать, что привилегированные акции вы получаете простые, но и расхолдинг получает привилегированные акции. Разности нет. Но ведь всех переведут в реестр корневой компании, и не останется никакого обязательства фонда. Естественно, да, обязательства фонда не остается, потому что наше обязательство – это отдать ваши акции, которые вам принадлежат. И задается вопрос, тогда кроме обучения преимущества фонда нет. Ну, если вы считаете, что кроме обучения преимущества фонда нет, то, наверное, так и есть. От тех же адресных проектов фонда СВИК. Скажем так, немножко не понимаю этот вопрос. То есть вы хотите понять, какие преимущества фонда помимо образования и обучения? Ну, я сегодня перечислил, да, во-первых, резервный фонд, который остается, все инвесторы, которые инвестировали через СВИК, они участвуют в этом резервном фонде. Мало того, что с этого резервного фонда, который у нас оставался за оптимизацию работы фонда, у нас люди получали постоянно акции дополнительные, там, ну, прошлый год, кто знает, мы платили всегда. То есть у нас есть всем, сколько мы выплатили, да, дополнительно, помимо того. И еще вот этот адресный, еще, скажем, резервный фонд в акциях, который мы это сделали для того, чтобы люди, ну, скажем так, имели в этом выгоду. То есть если вы не видите больше для себя никаких, ну, конечно же, можно работать напрямую с компанией. Но я хочу сказать важный момент, дорогие друзья, но еще нет никого в компании, кто бы привлек инвесторов на 330 тысяч долларов. Я пока единственный такой, да. Если говорить о некоторых ребятах, привлекли на 150 тысяч долларов, да. Поэтому, ну, если вы хотите знать, как это делается и как вообще привлекать миллионы, то без образования, без обучения вы этого не сделаете. Я вам говорю 100%. Потому что, чтобы привлекать миллионы и десятки миллионов долларов в адресные проекты потом, вам необходимо обладать какими знаниями? Первое, знания в коммуникации и в убеждении, раз. Знания в продажах, как правильно создавать систему продаж. Не просто продажа, а система продаж. Потому что продажа, она исходит из системы определенной, да. И есть четыре шага в продаже. Третье, очень важно обладать знаниями в инвестировании. Потому что, если мы говорим об предполагаемой доходности на акции, то необходимо обладать знаниями в инвестировании, не просто с поверхностными знаниями, что есть компания Amway, вернее не Amway, а компания, хотя Amway тоже акционерная компания. Компания Apple, компания Alibaba и так далее, и так далее. Нужно конкретно и уметь четко это все объяснить. Еще один из маловажных моментов – это отработка негатива. Вы знаете, что среди людей, которые вкладывают большие деньги, негатива гораздо больше. Вот знаете, негатив какой, чтобы вы понимали. Самый большой негатив идет от людей, которые вкладывают от 10 до 30 долларов, максимум до 50, да. И негатив идет от тех людей, которые вкладывают миллионы долларов. Потому что он сначала захотел, жадность такая внутренняя, особенно если человек непродвинутый, а потом тебе нужно с ним отрабатывать. Я в свое время отрабатывал, когда инвестировал человек каких-то 50 тысяч долларов, серьезный такой инвестор, он говорит 50, я посмотрю за год. А инвестировал в компанию, тогда на Кипре я был консультантом кипрской одной инвестиционной компании, нормальной компании, то есть не мошенники, нормальной компании. Но их инвестиции, то есть весь фонд, который мы инвестировали, он просил на 70% за год, потому что они в евро инвестировали, а евро по отношению к доллару начало расти. Они думали, что евро, они говорили тогда, их аналитики, что евро больше 1 к 1 с долларом не будет, а евро начало расти и выросло там за ближайшие полгода на 1.35, на 1.80, да. И тогда вот произошла проблема. Так я вот отрабатывал этот негатив с этим инвестором, который там несчастлив 50 тысяч долларов инвестировал, да. И убеждал его, что все нормально, ты не переживай, все хорошо и так далее, и так далее. То есть это один из важных факторов умения работы, отрабатывать негатив, да, который может быть у человека. Либо он инвестировал там миллион долларов, а потом прочитал статью какую-то плохую в интернете и говорит, о, так вы меня тут развели и так далее. Поэтому нужно уметь не прятаться там, как в песок этот, да, страус в песок голову засунул, да, а идти, как говорится, на баррикады и отрабатывать этот негатив. Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что образование и обучение, особенно как инвестиционного консультанта, это очень серьезное знание. И те знания, которые дает академия, в данном случае сейчас как фонд, да, вы нигде больше не получите. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Опять же, если вы хотите быть просто инвестором, можете инвестировать без разницы куда, потому что мы все в корневую компанию инвестируем. Наши акции мелких инвесторов будут привилегированы или простые? Наши акции, они в ERS-холдинг простые, но ERS-холдинг обладает привилегированными акциями. Поэтому фактически можно сказать, что мы акционеры, компания, которая обладает привилегированными акциями. Будут ли добавлены карты Advanced Cash для вывода средств, так и для ввода? Елена Дрямина. Не знаю, Игорь, изучи, пожалуйста, Романенко, что такое Advanced Cash. Какая-то новая компания, наверное, появилась. Может быть, и будут добавлены. Но у нас есть компания проверенная. Это, как она называется, сейчас покажу. То есть он нормально работает. В России, кто работает, можно снимать этой карты. Вот она, эта карта. Называется First World Card. Вот эта карточка. Сейчас покажу. Вот она, видите? First World Card. Вот у меня эти карты есть. Ну, давайте узнаем еще, может быть. Так, хорошо. Еще давайте ответим на несколько важных таких вопросов. Так. Киви работает. Нет, не работает. Перспективы колоссальных. Так, это не вопрос, да? Когда начнет работать автоматический перевод акций в компании? Я думаю, что середина июня где-то. Айтишники нам говорят, что до конца июня может быть. Но я думаю, что середина июня, давайте настроимся на июнь месяц. Потому что IT-отдел нельзя, скажем так, беспокоить. Как только я пытался когда-то покричать не IT-отдел, они вообще на две недели в ступор вошли. Но я скажу сразу, что Skyway Capital делал такую синхронизацию, и у них это примерно 4 или 6 месяцев вышло. Мы же это сделали, первую, скажем, синхронизацию, перевод акций за где-то 2-3 месяца. Но сейчас, я думаю, к середине июня должны сделать. Почему нельзя платить по Евразии, допустим, через Яндекс деньги? Вот этот вопрос нужно будет задать счастливому Дмитрию, когда будет встреча с ее департаментом. Но хочу сказать, дорогие друзья, по Евразии, чтобы вы понимали, это прототип, примерный прототип, хотя с практически такими же заморочками, как открытое акционерное общество. Примерный прототип и документы оборот там очень серьезно. И Яндекс деньги, и многие интернет эквайринги, они не принимают по Евразии, потому что там есть так называемый возврат по его взносу. А когда существует возврат по его взносу, то нужно, значит, тогда вернуть деньги. А если нужно вернуть деньги на эту карту, ну, чтобы понимали, в финансовом мире существует такая ситуация. Значит, взять у тебя денег – это супер, классно. А вот тебе отдать денег, извините меня, это могут быть даже проблемы некоторые начаться. И вот никто не хочет отдавать деньги, все только хотят взять деньги. И вот по ПО Евразии, так как у нас есть возврат по его взносу, значит, это не просто оплата за какой-то товар, а это поевой взнос или вступление в целевую программу, и потом это возврат по его взносу может быть. И когда мы говорим, что возврат по его взносу будет не деньгами, а там обязательствами, там обмен по яме и так далее, и это будут акции определенной компании или доли в компании, но их это не устраивает. Поэтому многие интернет-экваринг, они с нами не работают по вот этой схеме. А Яндекс – это один из, скажем, экварингов. Поэтому вполне вероятно, может быть, из-за этого они не хотят с нами работать. Рассматривает ли фонд продажу акций акционеров к концу года? Не понял вопрос, рассматривает ли фонд продажу акций акционеров к концу года. Во-первых, фонд вообще не будет продавать акции акционеров. Скажу вам сразу, да, что мы не имеем права продавать ваши акции. Раз, это ваши акции. Мы имеем право их только конвертировать в наши обязательства в акции компании. Поэтому фонд не имеет права продавать эти акции, хоть к концу года, хоть не к концу года. А когда мы вот резервный фонд сможем продавать, когда стоимость акций будет от 10 до 100 долларов, тогда мы берем на себя обязательство, что мы резервный фонд продадим и поделим поровну между всеми инвесторами. Ну, в зависимости от суммы или от деятельности, которую сделал тот в начале. Существующий спецдисконт продлен до конца мая. Да, совершенно верно. Это вторая хорошая новость, что спецдисконт у нас до 21-го должен был быть. Но, когда мы беседовали в Ялте с Адольдом Министиком, с Надеждой Косревой, сказали, что с 1-го июня будет изменение дисконта. Не с 21-го или 22-го мая, а именно с 1-го июня. Поэтому у вас, дорогие друзья, есть 2 недели сегодня воспользоваться этой возможности, этим шансом. Потому что, ну, поймите, не будет таких вот возможностей. Чтобы был еще дисконт там 600 или 1000, вот сейчас приходят крупные инвесторы, и как только идет финансирование компании, изменяются этапы, ну, Анатолий Дарович уже не даст никогда в жизни там 500 или 600. То есть, ну, поймите, почему он на это пошел в свое время? Потому что нужно было финансирование, нужно было деньги оплачивать там на предзаказы, на некоторые изделия, на то, что они в Германию сейчас оплатили, там, для фермы, металлической фермы, где будут ездить унивус, да, или подвесной, или городской. То есть, они делали предоплату, и поэтому нужно было дать выгоды людям, чтобы они принесли деньги. Сегодня, так как идет уже достаточно хорошее финансирование, потому что и второй фонд, и мы, то есть, и третий фонд там еще есть, который тоже дает маломальские какие-то денежки, и крупные инвесторы приходят. То есть, все, финансирование идет. А для того, чтобы, ну, мы разговаривали с Анатолием Миньцким в свое время, что сейчас вот, когда даже весной, я говорю, мы разговаривали, задавали вопрос, сколько на денег твоей компании хорошо себя чувствовали. Если будут капать нам миллион-полтора-два, то все, мы сможем быть уже в графике и уже строить. Понимаете? А сегодня уже деньги такие капают. Поэтому воспользуйтесь и дайте шанс другим людям. Продление старого дисконта, существующего дисконта, продление до 1 июня. То есть, с 1 июня будут изменения. Мы входим в седьмой этап, я показывал вам, да, вот он еще раз покажу, где этот седьмой этап у нас. Вот этап развития, да. То есть, мы входим в седьмой этап сейчас. Вот он у нас, да, с апреля по июль 2016 года. То есть, мы должны были в апреле, но входим с 1 июня. То есть, на месяц даже раньше. Вот седьмой этап, вернее, на 2 месяца апрель, маль, да, на 2 месяца позже чуть-чуть фото, да. То есть, мы входим, у вас есть возможность. Максимальный дисконт будет 400, при условии, что человек покупает на 150 тысяч долларов. А если в среднем люди покупают от 10 долларов, там до 100 долларов, то эти дисконты будут уменьшены, чем есть сегодня. Сегодня, вот если посмотреть сегодняшние вклады, и в сегодняшних вкладах у нас самые минимальные 10 юнитов 35 дисконт. То здесь максимальный дисконт будет уже 20. Ну, чтобы вы понимали, это у нас именно в фоне. То есть, сегодня, если это 35 акций человек может купить, 350 акций, то потом он может купить 200 акций. А может даже не 200, а может быть даже 180 или 170. То есть, это решение пока еще не принято. И новые дисконты будут вот с понедельника, со вторника будут объявления высланы, где вы будете видеть уже новые дисконты. То есть, как будут сформированы новые дисконты. То есть, на какую сумму какой дисконт будет, чтобы вы это все видели. И, естественно, спецдисконт, то есть, рассрочка, вот у нас стоит спецдисконт, он тоже будет уменьшен. То есть, он будет оставаться, но он будет уменьшен, дорогие друзья. АИП спецдисконт, который вот сегодня есть, где у нас в основном от 100 долларов, то есть 10 долларов в месяц, ежемесячный платеж. То есть, здесь тоже будет уменьшен. То есть, если сейчас у вас получается дисконт 71, то потом дисконт может быть на уровне, я не знаю, 30-35. То есть, он будет уменьшен на 50%. На самых минимальных пакетах. Поэтому, дорогие друзья, спешите. Ну все, вопросов нет. Я хочу всем пожелать, дорогие друзья, всего самого наилучшего. Еще раз напомнить. 21-23 мая город Минск – это историческое событие, знаковое событие, которое бывает раз в жизни. Оно, вот, кто был на осеннем мероприятии, оно было раз в жизни. Сегодня это мероприятие, которое будет раз в жизни у человека, оно не повторится. И тот, кто хочет делать серьезный бизнес, тот, кто хочет уменьшить свои доходы 10-20 раз за 3-6 месяцев, мы всех ждем 27-29 мая на первой международной бизнес-конференции «Партнеров Сынка». Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. И хочу еще раз напомнить, что… Да, кто-то подключился, да? Я извиняюсь, Андрей, по поводу про Евразию был вопрос. Ребенка 2010 года рождения нельзя быть пащиком. Мы проверили. Подключили ребенка, вот, поэтому у вас не завершена покупка. Ага, ребенок. Там, значит, получается, ребенок рожденный. То есть пащиком может быть совершеннолетний 18 или сколько? 21 год совершеннолетний. 18 лет? 18 лет. Вот 18 лет человек может быть пащиком. Просто нужно переделать профиль на взрослого человека. Угу. Все, дорогие друзья, всем всего доброго, пока-пока, до новых встреч. И до встречи 21 мая в городе Минске, в Вариной горке, вернее, в ЭКТехнопарке. Я уже жду не дождусь, хочу там пофотографироваться. Там будет очень много интересных моментов, которые, исторические моменты, которые действительно будут знаковыми. И до новых встреч. И хороших выходных. ПОСТАВКА ПОСТАВКА Продолжение следует...